Однажды Джефф Безос, основатель Амазона, столкнулся с загадочной проблемкой, когда покупатель в его интернет-магазине доходил до корзины и наступал момент оплаты, большинство посетителей почему-то просто терялись куда-то. Так ладно, хоть бы сначала фамилию и имя вводили, так они вообще даже ничего не вводили и сливались куда-то. А как оказалось потом, они как раз из-за этого и уходили. Видите ли, сайт тогда в 97-м требовал заполнять целую херову гору всяких полей. Номер кредитки там, номер счета, адрес доставки, а потом все это еще и подтвердить по второму кругу, чтобы типа удостовериться, все ли верно. И они такие программисты взяли и запилили кнопку купить в один клик, когда вообще ничего не надо заполнять. Просто тыкаешь один раз и сразу хлоп, и вся инфа сама автоматически заполняется. Ведь ты ее уже вводил до этого, как бы. Эта маленькая фишечка принесла дополнительный доход аж в миллионы долларов. Чуть попозже Безо запатентовал ее, чтобы конкурентики всякие не могли ее использовать. Это означало, что в течение аж 17 лет никто не вправе юзать эту фичу. Но эта кнопка вдруг стала настолько популярной, что конкурент книжная сеть Барн Сент Нобел не смогла сдержаться и сделала себе такую же, только с другим названием. Экспресс-линия. А это Барн Сент Нобел, внимание, чтоб вы знали, вообще грозный конкурент, которого все боялись на книжном рынке, как Майка Тайсона на ринге. Но Амазону было вообще пофиг, и тут же на них за это пульнули иск в суд. И в итоге Барн Сент Нобел прогнулась и убрала эту функцию. Тогда даже сама великая Эппл вынуждена была просить у мелкого Амазона разрешение на использование этой кнопки, заплатив аж целый миллион долларов. Но интернет-сообщество, естественно, сразу завозмущалось. Якобы любой мог догадаться до такой простейшей функциевины. Якобы она в натуре очевидная же, и нет в ней ничего уникального. Якобы Амазон запатентовала эту кнопку только с одной целью, чтобы бессовестно ушатать Барн Сент Нобел. В итоге Базос сдался и разрешил в 2000-м всем желающим юзать эту кнопку. Да все равно люди так и так тащились от дизайна амазоновского сайта. Юзабилити прям торкало всех посещальщиков еще тогда, в далеком 2000-м. Реально все снимали шляпу тогда по части юзабилити. Амазон конкретно превратила весь народ в кнопка нажимателей. После покупок в Амазоне люди понимали, что до этого их жизнь реально была полна страданий. Да и вообще Базос и история Амазон за эти 30 лет привели к таким интересным последствиям в разных сферах во всем мире. Что даже и представить страшно. Кстати, сайт Амазона сделан на языке программирования Java. И вообще многие топовые сервисы, такие как Netflix и Telegram, тоже сделаны на Java. Поэтому Java программисты сейчас вообще в респекте, получают зарплату больше, чем директора. И вот школа Ката Академии обучает программировать на Java. И самое интересное, знаете что? Студенты там оплачивают обучение только после того, как получат работу по специальности. И даже если ты не потянешь обучение, тебя отчислят. Платить все равно не придется. Еще вчера ты был бомжом, а сегодня хлоп и уже уважаемый и богатый чел. Ведь Ката Академии гарантирует зарплату от 100 тысяч рублей выпускникам курса по Java разработке с первого месяца. Главная цель Ката – реальное трудоустройство выпускников. И это не пустые слова. Ведь программисты нынче на вес золота. Работу даже искать особо не придется. Тебя сразу сметают с руками и ногами всякие сбербанки, Яндексы и Тиньковы. Они охотятся за разрабами. Потому что даже на небольшой проект нужны десятки разработчиков. Так что не медлите, записывайтесь на курс, переходите по QR-коду или по ссылке в описании. Пока все места не расхватали. Все равно, если вдруг после обучения не найдешь работу, то платить-то не придется. Это прям прописано в договоре. А еще на курсе Ката студенты учатся не просто кодить как роботы, а учатся самостоятельно искать и принимать решения. И плюс еще Ката обучают именно командным проектам. Поэтому после обучения люди полностью готовы к реальной работе в реальных компаниях. Так что все, давай, иди учись. Переходи по QR-коду или по ссылке в описании. И регистрируйся на курс. Когда Безос был еще совсем маленьким, в школе, мамаша засунула его в группу с необычной программой для одаренных детишек. Где поощряли творческое мышление, независимость суждений и вот это все. Джефф был супер-ботаником, ну просто Кинг-Конгом среди ботаников. Скоблил гранит науки днем и ночью. Училки-то прям балдели по его талантам. У него и так-то купол нехило варил, но эта школа еще больше его подогрела. Там он постоянно изобретал всякие необычные штуковины. Он мечтал стать изобретателем, как Томас Эдисон. А еще Безос был одержим космосом и хотел даже стать астронавтом. И ради этого-то он и выбрал физику в Принстонском университете. Ну, чтобы пригодилось, если что, потом в космос-то лететь и строить космические станции. А там без физики же никак. И там однажды он решал суперсложное дифференциальное уравнение в частных производных. И списал аж три страницы всяких хитровыдуманных алгебраических преобразований. Но так и не смог вдуплить ответ и какого-то чувака подтянул на помощь. И тот хлоп и за одно мгновение прям в башке решил как-то эту задачу. И тут-то Безос понял, что не такой-то ушеный умный и что не стать ему великим физиком. И хлоп и поменял специальность на информатику и электронику. Ну и вот и пока учился, работал в Макдональдсе. Ну, все же работают в Маке, пока учатся. А после универа в 1986-м рванул в Нью-Йорк покорять индустрию финансов. И супертрудолюбиво работал там то на одну компанию, то на другую. Через три годика попытался замутить какой-то свой бизнес, но у него ничего не вышло. Но зато набил шишки и многому научился. Безос тогда изучал истории всяких известных бизнесменов. И он прям как пылесос всасывал знания от людей, которые ему когда-либо встречались. Так он и жил-поживал, меняя одну работу на другую. И в какой-то момент оказался в хедж-фонде Деско, миллиардера Дэвида Шоу. Это ученый-гений, который управлял инвестициями и разрабатывал всякие супер-хитровыдуманные математические модели. И который как раз использовал всякие компьютерные программульки на бирже, чтобы выгребать бабло за счет выявления всяких загадочных аномалий и ценовых диспропорций. Короче, читерил на рынке и сколотил на этом огромное так-то состояние. Когда этот Дэвид Шоу увидел Безоса, он как-то сразу понял, что это чертовски талантливый парняга с мощнейшим интеллектом, который кого-нибудь когда-нибудь ну точно озолотит. Вон, видно же сразу творческий потенциал и предпринимательскую чуйку. Смотри, видишь его лицо? Видно же, что пацан явно к успеху идет. А они как раз тогда активно охотились за всякими молодыми талантами. И хотя для Безоса не было должности, его все равно взяли тогда в 90-м на всякий случай. Ведь такой пацанчик братве точно пригодится. Там в этом деске все пахали днем и ночью. А Безосу это как раз тоже нравилось. Он тоже кайфовал от работы как папа Карло. И даже держал в своем кабинете киспальный мешок, чтобы если что остаться на ночь, поработать еще. Вот раньше люди были, да? Не то, что сейчас кругом вообще одни бездельники-инфо-цыгане. А, кстати, там он встретил еще свою жену же, Маккензи Таттл, в 93-м. Вот она. Она такая кричит тогда, мол, да как вообще можно было не влюбиться в такого красавчика? Типа юморист на максималках. Он смеялся громко, как слоняра, что аж сердце в пятки уходило. В 94-м почти никто не знал, что такое интернет. Никто даже не слышал об этом. В то девственное время им пользовались только всякие ученые и физики. И вот это Деско, где работал Безос, как раз тоже использовало интернет для своих каких-то операций. Ну, просто чтобы задействовать у себя в компании все его преимущества. И самое, что интересное, заниматься этим поручили как раз Безосу. Шоу и Безос каждую неделю садились потрещать за всякие вот эти вот новые технологии. Их возможности там и все такое. Такое, о чем мы никогда не узнаем. Кроме одного. Там была одна идейка про некий магазин, в котором можно купить типа вообще все. Любые товары по всему миру. И самое загадочное, то что популярность этого самого интернета росла в геометрической прогрессии. Аж на 2300% в год. В год. Безос был поражен. В истории человечества не было еще ничего, что росло бы так быстро. Он понял, что надо очень срочно что-то мутить в этом направлении, не теряя ни секунды. Ни секунды. Но опять же смотрите, открывать магаз, в котором толкается сразу все, вообще непрактично. Ну, на начальном этапе. Надо было определиться с нишей. Перебирая различные варики, Безос тормознулся на книгах. Ну, потому что это легкотняжи вообще. А абсолютно простой и понятный товар. Самый покупабельный. Да и к тому же не требовалось договариваться с тысячами издателей. Все книги были всего у двух поставщиков. И самое главное, в мире выпускалось целых 3 миллиона книжек. Три. Такого огромного выбора не было даже в крупных книжных супермаркетах. Прикинь. Одна ниша и неограниченный ассортимент. Че может быть лучше? Че? Ничего. Обычно это магазины никогда не смогут вместить на свои полки столько книг. А покупашки же тащатся от широкого выбора. Плюс они еще и не портятся. Да и в конце-то концов Безос же сам тащился по книгам. Ботаник же. Короче, с этими мыслями Безоса охватывал всепроникающий энтузиазм. Он изучил конкурентиков, которые на тот момент уже начали появляться. Но все они работали ужасно. В то время никто еще не вдуплял, как вообще правильно организовывать продажи книг через интернет. И вот тут-то Безос и увидел огромные возможности. Только все его делишки крышевало Деско, а он-то мечтал о независимом бизнесе. Поэтому, конечно же, решил уволиться. Его начальник Дэвид Шоу хотел переболтать Безоса. Кричит, мол, Джефф, да ты погодь. Возьми пару деньков на раздумья. Прикинь мозгами. Смотри, у тебя же вообще классная работа так-то. Нахера тебе это? Джефф начал думать, думал-думал и подумал. Блин, да я же всю жизнь до конца своих дней потом буду жалеть, что не попробовал этот самый интернет-бизнес, который попахивает большой революцией. Безос уволился и отправился с женой в путешествие через всю страну. А по дороге прикидывал мозгами план действий. Тормознулись они в Сиэтле. И не случайно. Сиэтл идеален для бизнеса. Этот город обладал репутацией технологического хаба. Там обитала Майкрософт. А это означало, что там до хера всяких умных инженеров, которые в будущем могут пригодиться. Но главное, там налоги вообще мизерные. Потому что население в том штате маленькое. Да и это еще не все. В Сиэтл это еще самый вообще большой книжный склад в мире. Там базировались крупные книжные магнаты, поставщики книг. Так что вообще красота. Джефф снял хату с двумя спальнями и гаражом. И в гараже разместили три сервака для интернет-магазина. Ну а где еще? Вон в Кремниевой долине все четкие ребята только в гаражах и сидят. Безос мечтал так же. Первых опытных программистов Безос нарыл благодаря связям, полученным на работе как раз в той самой Деско. Жена Маккензи взяла на себя бухучет и вообще рулила всеми финансами. Пока Безос ходил на какие-то курсы для продавцов, программисты клепали сайт. Сайт был примитивным. Состоял из текста и небольшого количества картинок. Обычно-то все стартапы мечтают создать, конечно же, сразу же что-то супер-пупер новое. Чего мир еще даже не видывал. Но у Безоса была задача просто сделать просто лучше. Лучше уже существующих интернет-магазинов. Все. Обычно в стартапах работа прям кипит и все как обезумевшие. Но Безос двигался как-то вообще на расслабоне. Они часто давали сами себе выходные и батонились на природе. Единственное, чё бюджет был скудным. Поначалу Безос выложил 10 штукарей баксов из своего кармана. Затем полтора года брал беспроцентные займы на еще 84 штукаря. Кстати, а как название-то придумали? В конце 94-го Безос перебирал кучу вариков по словарю. И дошел до слова Амазон. И оно его сразу торкнуло. Ведь это самая большая река на Земле. И это типа ассоциируется с супер большим выбором. А он как раз же к этому и стремился. Серваки в гараже потребляли столько энергии, что в доме часто отрубалось электричество. Пока программиры ковырялись с сайтом, Безос попер набирать новых сотрудников. Только места в гараже уже не хватало. Поэтому в гараже в этом долго не сидели. Переехали в приличный офис, в подвале которого организовали склад. Сайт выкатили летом 95-го. Как раз тогда, когда толпы народу сами собыло оманулись в интернет. И как раз тогда, когда все конкуренты тупили и забили на свои сайты. Сайт тогда был еще вообще примитивен. Затрамбован какими-то текстами. Заточен чисто только под колхозные браузеры. И вообще очень долго грузился. На главной странице красовалась фраза. Миллион книг всегда по низким ценам. А рядом был колхозный логотип. Гигантская буква А на синем фоне. С протекающей через нее рекой. Сайт выглядел крайне непривлекательно. Но зато был широкий инструментарий. Поиск там, корзина, безопасный ввод кредитной карты и все такое. Поначалу, когда кто-то совершал покупку, сразу звонил колокольчик. И все, кто был в офисе, тут же подрывались поглядеть, кто что заказал. Но потом колокольчик этот начал звонить так часто, что всех достал. И его убрали. Амазон был вообще простым как табуретка. Не было даже никаких товарных запасов, кстати. Сначала прилетал заказ на книжульку, а только потом ее за 50% от цены заказывали у поставщика. И только потом она приходила на склад. И только потом клиентику. Поэтому на заказ уходила неделя. А на редкие книженцы и несколько недель. А, кстати, там еще дистрибьюторы тупорылые требовали заказывать сразу 10 книг за раз. Как минимум. Но тогда склад Амазона быстро бы заполнился бы мертвым грузом. И бизнес моментально бы превратился в тыкву. Однако Безос нашел лазейку. Смотри, берешь и заказываешь одну нужную тебе книжку. И еще 9 штук какого-нибудь редкого шлака. Которого у них точняком на складе нет. И все. И в результате поставщики такой заказ проглатывали. И даже извинялись, что типа не могут выполнить заказ. Амазон тогда зарабатывала крайне мало. Скидки же щедрые давали. Аж до 30%. Но зато заказы полетели сразу после запуска. И их число росло как на дрожжах. Хотя рекламы вообще не было. Чисто сарафанка. Первые пользователи заказывали всякие там справочники, руководство, комиксы, эзотерику. И все такое редкое и разношерстное. А для тех, кто жил далеко от города. Амазон так вообще стал даром неспосланным самим господом. Безос понял, что попал в яблочко. Через три дня после запуска неожиданно прилетела предложуха от Джири Янга, основателя Яхо. Который кричит, мол, у вас классненький сайт так-то. Давайте, говорит, я помещу ссылку у себя на вас. А Яхо тогда был вообще супер популярным сайтом. Тогда еще даже гугла даже не было. И все только этим Яхо и пользовались. Согласиться на это было то же самое, что попытаться хлебнуть из пожарного шланга. Передоз, короче. Но не стали очковать и все-таки согласились. И заказы поперли как сумасшедшие. Каждую неделю рост на 30, 40, 50 процентов. И в какой-то момент заказов стало так много, что они перестали успевать их упаковывать и отгружать посылки. Приходилось торчать на работе аж до трех ночи. И здесь еще как бы интересный момент есть. Сотрудники паковали книжечки, стоя на четвереньках на коленках прямо на бетонном полу. И Безос вдруг пожаловался, что у него колени вообще болят и спина ноет. И кричит, мол, надо это, на коленники где-то достать. Да? А сотрудники глянули на него как на идиота и говорят. Так может просто купим столы? Безос подумал. Ооо, в натуре. Гениальная идея. Но столы-то дорогущие. Поэтому Безос купил супер дешманские двери в хом-депо за 60 баксов. И из них сварганил столы. И скорость упаковывания сразу удвоилась. С одной стороны, эта история кажется идиотской. Но здесь есть так-то большой смысл. Смысл в том, что обычно большинство предпринимателей по 10 лет все планируют, все до каждой мелочи. И в итоге вату катают бесконечно долго. А Безос сразу кинулся прям в самое пекло. И только уже по ходу дела решал всякие возникающие проблемы. Даже сайт на момент запуска был еще не до конца допилен. Безос считал, что главное – побыстрее залететь на рынок и опередить конкурентов. И уже по дороге допиливать сайт, реализовывая всякие хотелки юзеров. Поначалу Безос сидел и сам лично отвечал на письма клиентосов. А в 99-м была уже целая армия таких отвечальщиков, которые сидели в своих кабинках и тарабанили покупашкам ответы. Но это были не какие-то примитивные, низкоквалифицированные работяги, а наоборот. Это были чуть ли не ученые, вообще начитанные. А они видели в этом возможность продвижения и возможность отхватить опционы. Ну типа в будущем. Безос походу первый в мире, кто разрешил клиентам писать отзывы к товарам. Причем даже если они плохие, чтобы если товар – говно, чтобы люди его обосрали. И чтобы все потом знали, что говно – действительно говно. Справедливо же? Конкуренты тогда офигевали, типа ничего себе, как они допустили вообще такое. Все же обычно наоборот пикутся о своей репутации. Чтобы не дай бог никто даже не пёрнул в их сторону. Но Безос считал, что если у них будет больше отзывов, то все клиентульки сразу поскачут в Амазон, а не к конкурентам. Вдруг однажды Безос получил гневное письмо от одного из издателей, который кричал, мол – «Вы чё, охренели что ли? Ваше дело книжки толкать, а не грязью нас поливать». Но Безосу было просто насрать. Он считал, что зарабатывает не на продажах, а на помощи людям принимать верное решение о покупке. Хотя бизнес Амазон казался суперпростым «пакуй да отправляй», но этот простой бизнес очень быстро рос, вообще как ракета. И в какой-то момент 100 книг в день превратилось в 100 книг в час. И спустя месяц книжки летали уже во все 50 штатов и 45 стран. Хотя они вообще никак себя не рекламировали, только сарафанка. Но перспективы Амазон выглядели тогда как-то слегонца плохо. В смысле, в плане денег. Требовались инвестиции. В 94-м Амазон потеряла примерно 300 тысяч баксов. В начале 95-го предки Безоса подогрели его на 100 тысяч баксов из своих семейных накоплений. Для них это были так-то вообще большие бабки. Да и бизнес-сын оказался какой-то шляпой. Они толком-то и не понимали даже, что вообще их там сынок там мутит-то. Да и шансы были крайне низкие. Равные где-то примерно нулю. Но предки верили сынишке. Только этого все равно не хватало. Поэтому Безос устроил встречу с 60-ю инвесторами и предложил им вкинуться по 50 штук каждому, чтобы в итоге насобирать лям. Безос совсем не скромничая, оценил тогда Амазон аж в 6 миллионов долларов. Его презентация была весьма убедительной. Он говорил, что настанет день, когда мы будем продавать не только книги о байдарках, но и сами байдарки. А еще подписку на журналы о байдарках. А еще и туры в походы на байдарках. А еще и вообще все, что связано с байдарками. Да и вообще скоро интернет будет доступен любому челику на планете. И появится магаз, в котором будет барыжиться абсолютно все. Но многие инвесторы отказывались. Кто-то считал оценку Безоса слишком завышенной. Кто-то считал, что потребуется слишком огроменный склад размером с библиотеку Конгресса. Но в основном многие просто не верили. Типа, да мы-то знаем, что никто не станет покупать книги где-то в вашем интернете. Удобнее же ходить в настоящий магазин. Из камня и бетона. Но Безос не бросал поиски и дальше ходил по инвесторам. И просто валил их с ног своим напором. И своим упорством всего за месяц надербанил необходимый ему лимон. И доказал всем им, что он реально четкий парняга. Четкий. Четкость его очаровала многих инвесторов. В начале 96-го в компании было где-то около 30 сотрудников. И все они толпились в трех мизерных комнатушках. А склад был перетрамбован книжками. Поэтому потом переехали в более просторное помещение. С запасом для будущего роста. Безос в те горячие деньки говорил своим работягам. Что где-то там в колхозных компаниях вы можете работать либо много, либо напряженно, либо головой. Но у меня в Амазоне нужно все везде и сразу. Каждый должен пахать как папа Карло. По ходу дела необычный стиль управления процветал все больше и больше. Безос одновременно и вдохновлял, и одновременно раздражал своим просто безумным микроконтролем. Он даже запрещал общаться на работе. А че болтать-то? Работать надо. Безос говорил, что ключ к успеху в крутой команде. Он старался нанимать только всяких скилловых типочков, у которых котелок варит. Он даже сам лично проводил собеседы, задавая неожиданные вопросы. Чтобы искать тех, кто думает так, как никто не думал. Ведь чтобы как никто не думал думать, надо обладать креативным мышлением. В начале того же 96-го выручка росла рекордными темпами. Аж по 30-40% каждый месяц. Слухи об Амазоне пулеметом разлетались по интернету. Той весной Wall Street Journal узнала о сенсационном появлении нового онлайнового книготорговца и выпустила статью под названием «Молодчага с Wall Street нашел нишу по сбыту книг в интернете». Они там писали, что якобы вообще мощный вундеркинт-программист построил бизнес там, где обосрались самые могущественные игроки. И что по выхлопу? Амазон уже обскакал оффлайн конкурентов. Хотя еще даже нигде не рекламировали себя. Амазон стала реально сенсацией для книгоманов по всему миру, которые часами залипали на сайте. Ведь каждая из более чем миллиона книг всего в нескольких кликах. Это была первая публикация в прессе. Количество заказов тут же удвоилось. Кстати, а на че потратили тот собранный миллион-то? На него обновили серваки софтину и наняли новых работяг на склад и в поддержку. А еще наняли всяких скилловых копирайтеров, чтобы они шлепали заумные текста, которые бы торкали книгоманов. Они ведь тащатся от всяких таких изысканных текстиков. Просто Абезос жаждал раскрутить репутацию своего ресурса и сделать авторитетным источником инфы о книгах с независимым мнением, чтобы народ доверял. Летом того же года выкатили весьма такой необычный для тех времен функционал, который позволял другим сайтам перегонять посетителей и получать за это процентики. Ну, типа партнерская программа. Типа арбитраж. Благодаря этому присутствие Амазона в интернете усиливалось все больше и больше. Однако с таким быстрым ростом и деньги кончались быстро. Нужны были еще инвестиции. А то уже не хватало даже на аренду. Плюс надо было еще нарастить серверные мощности. Поэтому Абезос подвигал снова клянчить бабло. Он излучал такую какую-то непонятную энергию, и когда инвесторы попадали в зону ее действия, их кошельки тут же раскрывались. Плюс еще у Абезоса была невероятная вовлеченочка во все, что происходило в его бизнесе. Поэтому инвесторы даже воевали за возможность вкинуться в Амазон. По итогу предпочтение отдали Джону Дойеру из компании Клейнер, которая вкинула в Амазон аж 8 лямов за долю в 13%, таким образом оценив бизнес аж в 60 миллионов. Этот Дойер вошел в совет директоров. Этот Дойер имел так-то вообще высокий положняк в Кремниевой долине. Это добавило Абезосу решительности. И вообще после такого зашибезного успеха Абезос осознал, что может отколупывать супермизерные дольки компании за огромное баблище. Поскольку тогда все тащились от интернета, слово интернет сразу торкало всех как магическое заклинание. Стоит тебе только подумать об интернете, как тут же как пчелы на мед слетались целые толпы разносортных инвесторов, которые весьма любезно предлагали тебе взять денег столько, сколько тебе даже и не надо. После такого Абезос начал размышлять о грандиозном расширении. Не просто какой-то интернет-магазин, а реально вообще мощную настоящую интернет-империю. И заставил всех работников пахать как рабов, даже без выходных. И все пахали, не видя белого света. Перед их глазами с утра до вечера мелькали только упаковочные материалы, а окружающий мир просто переставал существовать. Численность штата тогда выросла до 150 голов. Треть работала на складе, который снова переехал в более просторное помещение. Осенью, опять же того же года, запилили такую интересную штуковину для юзеров, которая на основании истории покупок и вкуса генерила персональные рекомендашки. Эта система тут же распедалила продажи, поскольку успешно удовлетворяла все хотелки покупашек, давая им то чтиво, которое они желали, но не могли найти сами. Вот оно, преимущество над обычными магазинами. Они-то никогда не обеспечат такой индивидуальный подход, не смогут попросту. Однажды сотрудники такие спрашивают Безоса, мол, а почему так торопимся и хотим скорейшего развития? Мы же и так уже достигли все, что хотели. Безос ответил, мол, пока мы все еще маленькие, конкуренты легко могут нас отчпокать. Он имел в виду крупнейшую книжную компанию мирового лидера Барнс Энд Ноубл, которая в свое время чпокнула много мелких независимых магазинчиков. А тут, опачки, и на эту Барнс Энд Ноубл покушается какая-то дерзкая выскочка в лице Амазона. И они тоже подорвались ускоренно пилить сайт, чтобы догнать Амазон, и громко заявили, что их сайт будет в сто раз круче. Хотя Амазон особо уже не нуждалась в деньгах, но Безосу было важно укрепить бренд Амазона за счет IPO. Ну, то есть заскочить на биржу. В то кипишное время он использовал любую возможность, чтобы засветиться где-нибудь на публике и рассказать всем о новом супер-мега-вообще-крутом сайте под названием Амазон, которым обязательно стоит взять и даже попользоваться. Безос в ту пору толдычил всем инвесторам, что в отличие от конкурентов, в Амазон покупашки оплачивают сразу, в то время как сама Амазон оплачивала поставщикам всего аж раз в несколько месяцев. В результате на балансе всегда болталась куча свободного бабла, которое можно было вкидывать в расширение. У Амазона же не было огромной сети магазов по всей стране. Был просто сайт и склад, а выхлоп-то неприлично высокий. Однако многие тогда кричали, что всё это шляпа полная и что Барнсент-Нобел рано или поздно прихлопнет Амазон, как слон муху. Айпио оказалось тем ещё гемором. Правила комиссии по ценным бумагам предусматривали период затишья, и Безос не имел права осветить таблом в прессе. Безос думал, ну камон, ну вы чё? Блин, ну поверить не могу, мы чё теперь должны остановить вообще весь бизнес что ли? Аж на целых семь недель, кричал Безос, приравнивая недели к годам. У Барнсент-Нобел текли слюнки на фоне постоянных успехов Безоса. И за три дня до этого Айпио они вдруг взяли и пульнули иск в федеральный суд на Амазон. За то, что якобы Амазон промышляла недобросовестной рекламой, именуя себя крупнейшим книжным магазином на всей земле. Только своим этим иском ещё больше внимания общественности привлекли к Амазону. И в итоге Айпио привлекло 54 ляма 15 мая 97-го. Безос и его родня тут же стали миллионерами. А те, кто не поверили в Безоса, кусали локти за то, что зажмотили в своё время вкинуться в Амазон. Когда Барнсент-Нобел наконец выкатили свой сайт, казалось, что ну всё, 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 скоро конец Амазону. Они такие гордо заявили, что у них тоже самый большущий выбор. И именно у них предельно низкие ценники. Аналитики пророчили Амазону неминуемую смерть. Говорили, что всё, это тухлый балласт теперь. Лучше продать бизнес, иначе их просто сожрут. Только Амазон всё равно уделывал их по ассортименту, как тузи-грелку. И заработали тогда аж в 10 раз больше, чем за предыдущий год. И клиент ТОСов зарегалось тоже в 10 раз больше. И штат вырос со 150 до 600 чолов. А Барнсент-Нобел чё-то хвастались, хвастались, а чё толку-то? Их бизнес был заточен только под реальные магазы и доставку крупных партий. А вкидывать деньги в изменения? Они как-то не совсем спешили. И поэтому их интернет-бизнес застрял, как джип в песке. А у Безоса всё уже работало, как часики. Он считал, что эти крупные игроки слишком зажирели и стали неповоротливыми. В 1998 выяснилось, что многие люди пользовались не Амазоном. Ну просто потому, что не все же люди покупают книжки. И Безос решил толкать не только книги, а ещё и музыку и видеодиски. И быстро обскакали всех конкурентов в этом поле, только лишь построив несколько новых сортировочных центров. Вообще, конечно, изумительно придумали они. Бизнес-модель идеальна. Тебе не надо строить дорогущую сеть магазинов, поэтому расширяйся на новые направления сколько душе угодно. Инвестиции всё равно хоть лопатой греби, а спрос постоянно растёт. Безос строил систему, которая могла бы справиться с любым типом товаров. Вообще с чем угодно. Ну разве что кроме самолётов. Запустились ещё в Великобритании тогда и в Германии, которые на выхлопе давали 25% продаж. Общий объём сбыта тогда вырос ещё в три раза. Со 148 миллионов до 610. По мере роста бизнеса, главным для мистера Безоса было, конечно же, поиск и вербовка самых крутенных работников. Для этого он сделал как в Майкрософт, когда после собеседования с кандидатом базарит ещё один интервьювер, чтобы был мощный типа фильтр, процеживающий только от них только гениев. Система, которую нарекли подъёмником планки. Просто обычно-то компании наоборот по мере роста снижают планку требований. Но Безос хотел, чтобы у него эта планка вообще никогда не опускалась. За тот год Амазон переманила более десятка человек из Волмарта. И это продолжалось. Даже президента по сбыту оттуда же переманили в 98-м. Волмарт уже не могла терпеть это дерьмо и пульнула иск к Амазону. Якобы этим коварным поступком Амазон пытается украсть коммерческую тайну. Эти судебные тёрки для Амазон не нанесли каких-то особых последствий. Но теперь Волмарт открыто объявила войну оборзевшим дерзким выскочкам. Где-то примерно в это же время Безос был сильно озабочен тем, чтобы сделать чё-то, чё лучше помогало бы покупашкам находить интересующие их книги, музыку и фильмы. Он долго ломал бошку и однажды, когда просматривал список топ-100 бестселлеров, его осенило. А почему бы не ретинговать абсолютно вообще весь ассортимент, а не только лидеров продаж? Безос требовала, чтобы цифры этого рейтинга менялись сразу же, как только поступает заказ. И когда выкатили эту приблуду под названием Амазон Сейлс Ранг, она привела в ужас писак строчи у всех мастей. А они теперь днём и ночью все сидели и каждую секунду обновляли свой рейтинг и мониторили. И начали до потери сознания тягаться друг с другом, у кого круче рейтинг. Этот индикатор стал для них как наркотик. И как мотиватор. Ведь если его к неженцу никто не берёт, значит она говно. И надо научиться писать не говно, прокачивать свои писательские скиллы. В том же году в поле зрения Амазона замельтешил eBay. Это интернет-аукцион, который в ту пору набирал обороты и нагнетал страху, заколотив в 98-м почти аж 50 лямов. А через год уже 200. Их бизнес-модель была ещё круче. Они даже не отправляли посылки и даже не хранили запасы. Они вообще ничего не делали. Они только брали комиссию. Продавцами там выступали обычные люди, которые барыжили своим барахлом по аукциону и сами же доставляли. Короче, этот eBay стал реальной угрозой Безосу с его идеей магазина всего. Безос сконнектился с основателем eBay и предложил инвестировать в eBay. Но они этот жест как-то неправильно поняли и испугались. Видимо, диктаторский имидж Безоса страху нагнал. У него же никогда не было равных партнёров. Все работали на него. Несмотря на это, всё же добазарились обменяться ссылками. Как бы гонять трафик туда-сюда, помогая друг другу как бы на халяву. А Безос же вообще супер любил ссылки любить. Он и с Netflix тоже обменивался партнёрскими ссылочками. И просто покупал. В те времена это было так-то модно. Безосу было совсем даже не жалко щедро отстегнуть бабла за жирную ссылочку с какого-нибудь крупного портала. Между прочим, в то время уже вовсю кипел бум доткомов. Все инвесторы тогда с ума посходили. И как сумасшедшие охотились за интернет-компаниями. Тогда все торчали при одной только мысли о компании, в названии которой есть слово «интернет». Раньше в интернете сидели только какие-то чудики, ботаны и гики. А сейчас сюда прискакали все – журналисты, трейдеры и даже домохозяйки. И все они превратили биржу в казино. Все страстно жаждали вкинуть деньжат в чё-нибудь в интернете. Даже только что вылопившиеся из ниоткуда интернет-цыгане в лёгкую могли оттопырить миллионы. И оцениваться дороже даже, чем старые всеми уважаемые компании, такие как Дисней. Короче, жадность на рынке была жаааадность. А там где жадность, там все как стадо начинают действовать одинаково. В результате все эти непуганные азартные ушлёпки под шумок ажиотажа раздули такой финансовый пузырь, что страшно было даже и представить. Все испытывали эйфорию, купались в оптимизме и не знали, куда бабло девать. Это был какой-то дикий психоз. На Амазон тоже накинулись, как голодные индейцы. Безос решил использовать это в свою пользу. Раз уж в мире начался великий передел территории интернета, думал он, и Амазону следует поторопиться, чтобы урвать кусок покрупнее. И настрогали мусорных облигаций тогда в 98-м. И скормили безумному этому народу. И в итоге привлекли фантастические полтора миллиарда. Больше даже. Это не миллион, это чёрт возьми миллиард. Но даже этого Безосу было мало. Он считал, что его бизнес всё ещё недооценён. И продолжал собирать бабло, как алкаш водяру на похмел. И в итоге за весь тот период бума даткомов Безос насобирал невообразимые 2,2 миллиарда долларов. Только вот слегонца переожревший Амазон тоже попал под этот психоз. И начали тратить деньги куда ни попадя. Иногда покупая то, что особо даже и не нужно было. Денег-то до хера. Например, сдуру открыли сразу аж целых 5 дистрибьюторских центра. Два из которых потом, позже пришлось закрыть. На траты тоже Безос не скупился. Купил видеосайт АМДБ, интернет-магазин BookPage и Телебатч, обменник Экченч, социальная сеть PlanetAll и сервис Алекса. Складывалось такое ощущение, что Безос хотел всё хотеть. В 98-м он купил сервис Джангл, который позволял сравнивать ценники в разных интернет-магазинах. Только непонятно, на хера вообще ему эта шляпа понадобилась? Ну сами согласитесь, покупашки-то, видя цены в других магазах, покидали Амазон. Даже в команде никто это говно не поддержал. В результате через несколько месяцев этот сервис дулся и помер. Но опять же в то время приходилось действовать в условиях тотальной непредсказуемости. Ведь Амазон ещё и сама росла тогда как чумная, аж на 300% в год. Это было похоже на строительство гигантского космического корабля, который либо отправится на Луну, либо ко всем чертям взорвётся, оставив после себя огромный дымящийся кратер. В декабре 98-го аналитики прогнозировали, что цена акции, которая была уже аж 200 долларов за штуку, через год якобы достигнет 400 за штуку. Этот прогноз исполнился всего через три недели. Потом Безос выбрал направление игрушек и электроники. Вы знаете, запрыгивать-то легко во всё новые и новые направления. Вообще выгодно, ведь не нужно каждый раз заново строить новые склады. Только вот с игрушками всё оказалось не так-то просто. Тут не было поставщиков, готовых поставить любой товар и принять непроданный обратно. А угадать с игрушками, ой, как непросто. Они потом как подгнившие фрукты не продаются. Но Безос уже пофиг. Он заотарился этими игрушками аж на 120 миллионов. Его от этой сумасшедшей идеи отговаривали, но он настоял. Начали продавать. На старте было ещё вроде неплохо. Продажи пёрли. Но после праздников нераспроданные игрушки аж на 50 миллионов оказались мёртвым грузом. Пришлось багривать за копейки. В направлении электроники тоже столкнулись с большими трудностями. Тут приходилось убалтывать азиатов. Таких как Sony, Toshiba и Samsung. А они медноголовые. Хоть гвозди на башке выпрямляй. Рисоеды считали, что интернет-магазы это вообще фигня какая-то. Типа дискаунтеры. Плюс ещё торговые сети чё-то там мутили в воду. Отговаривая бренды сотрудничать с Амазоном. Для них Амазон был всё ещё слишком мелким, чтобы относиться к нему по-серьёзному. А без прямого коннекта с брендами были только посредники. Выбор у которых был меньше, чем на донышке. Сотрудникам пришлось затаривать товары на сером рынке. Это можно было сравнить с покупками в подворотне. Но деваться было некуда. Иначе магазин всего уже магазин не всего. Безос был недоволен таким раскладом. И ворчал, что типа у нас ассортимент всё ещё такой же, вообще скудный, как в советских магазинах. Однажды на День Благодарения в 98-м навалилось такое невероятное количество заказов, что всем работягам пришлось пахать в ночную смену. Да ещё и роднюю друзей с собой подтянуть, которые ели прямо на работе и потом спали в автомобилях. Такой сумасшедший темп работы приводил к недовольству всего коллектива. После этих праздников Безос поклялся, что Амазон больше в натуре вообще честно никогда такого больше не допустит. И тут же ещё хлеще начинал давить на персонал, заставляя их работать ещё больше и больше. И усерднее, и умнее, и упорнее, и дольше, и тщательнее, и энергичнее, и усидчивее, и даже с энтузиазмом, и даже с любовью. А на личную жизнь наплевать. Однажды на собрании одна баба спросила Безоса, «Ну как так-то вообще? А как семья-то? Нужен же баланс?» А Безос говорит, мол, «Слышь, не мы такие, жизнь такая. Если не вывозишь, пожалуйста, вон дверь, катись на все четыре стороны». Кстати, вот смотрите, как странно Безос выглядит на этой картинке. Это типа психологический портрет. Художник-фотореалист нарисовал Безоса типа гиперреалистично, учитывая все его недостатки как личности. Безжалостный и жестокий руководитель, от которого у подчинённых всё время мурашки по жопе скачут. Но однажды Безос понял, что перебарщивает, когда орёт на своих сотрудников. И хотя он и продолжал их люто обсирать, что они типа просто тупицы коллективные, просто идиоты сказочные, просто дрищи некомпетентные, просто бездари тупорылые и т.д. Но в конце всегда стал добавлять фразу типа «Но так-то всё-таки вы красавчики». И после такого сразу как-то легче в коллективе становилось. «Чё делать-то вообще?» – думал Безос. «Быстрый рост ЕБ обеспокоит же». И в 1999 он тоже запустил аукционы. Аналогичный сервис. А чтобы нагнать потерянное время, Безос купил компанию, транслирующую эти аукционы. И запартнёрился с легендарным аукционным домом Сотбис. И за 175 лямов купил валютный обменник accept.com. Безос думал, что может ушатать ЕБ более низкой комиссией и бесплатными страховками. Но все эти усилия ни к чему не привели. Народ привык, что Амазон – это просто обычный, просто магазин с просто фиксированными ценами, а не аукцион. А ЕБ на тот момент удалось собрать вокруг себя такую большую аудиторию, что никто не был в силах пошатнуть их могущество. Для Амазона это был болезненный провал. Безос кричал, что типа мол так и так, это не ошибка вовсе. Вы просто не понимаете, это другое. Я просто проводил некоторые эксперименты для привлечения продавцов. В итоге эти аукционы трансформировали в платформу для продавцов ZShops. Ну это то же самое, только с фиксанутыми ценниками. Но и этот проект тоже увенчался неуспехом. А ЕБ, тварь, почему-то продолжала оставаться дико популярной. Почему? К 99-му Амазон имела уже целых 5 распределительных центров в Америке и 2 в Европе. И Софтина, которая была заточена под сбагривание книжек, теперь двигала продажи всего подряд. От телеков до детских песочниц. Не считая того, что пришлось писать непроданных игрушек тогда аж на 39 миллионов, в целом все прошло гладко. Продажи в 99-м выросли аж в два раза. Общее число клиентусов достигло уже 20 миллионов. Если раньше банчили чисто книгами, то сейчас половина торговли шла с других направлений. Безоса назвали Человеком Года в журнале Time и нарекли тогда в 99-м королем киберкоммерции. Хотя тогда о нем еще вообще никто не знал. Но на Уолл-стрит была такая эйфория, что никто не понимал, что за сказочной историей Амазон все-таки скрываются проблемы. А когда вышел квартальный отчет с плохими цифрами, акции Амазон начали проваливаться. Да и прогнозы тоже не солили ничего хорошего. Быстрый рост приводил к неуместным закупкам. Финансистов пугало открытие семи дорогущих распределительных центров. И Безос согласился снять ногу с педали газа и начать начинать повышать эффективность. Тем не менее, во внутреннем учете все равно был дичайший беспорядок. И этот хаос только нарастал. Амазон находилась гораздо ближе к пропасти, чем когда-либо. Обратились даже за сторонней помощью, наняв аудитора, который несколько недель внимательно изучал весь этот бедлам, но так ничего и не понял, и в итоге убежал куда-то. Пока совет директоров суетился в поисках выхода из этого кризиса руководства, наблюдая просто пугающие расходы и убытки, Безос как будто оставлял все на произвол судьбы. Поэтому совет очковал, как бы гусыня, высиживающее золотое яйцо, не раздавило бы его. Некоторые вовсе думали заменить молодого 35-летнего Безоса на посту Гендира, ведь по их мнению, он, кажется, явно не догонял и половину из того, что происходило в его бизнесе. Совет директоров попытался подобрать нового операционного директора в помощь в пару к Безосу, но Безос такой вдруг резко как-то сразу оживился, всех отверг и настоял, что все-таки сам хочет и будет рулить всеми делами, и разбираться лично во всех вопросах, и быть суперактивным, и вообще отказаться от всех других дел, и посвятить всю жизнь только и только компании. Вскоре пузырь доткомов, наконец, лопнул. Индекс NASDAQ, дотянувшись до максимума, что-то подригался, подригался там наверху, и хлоп и полетел вниз, как комета. И акции Amazon после бесконечного роста за месяц пугающе обвалились аж на 40%. До этого Безос слегкомысленно вкидывал сотни мультов на всякие сомнительные стартапы, типа Драгстор, Пэтс, Гир, Вайншоппер, Гринлайт, Хомгроссер, Козма и так далее. А теперь не знал, что со всеми ими делать. Почти все они сдулись, а Безосу было не до них. Он спасал собственную задницу. С этого момента он получил урок от этого своего безрассудного кутежа. И отныне не делал таких шальных покупок. В 2000-м все шло к тому, что за год потери Амазона составят миллиард. Даже больше. Доткомовский оптимизм сменился мрачным пессимизмом. Инвесторы, наконец, сняли розовые очки, убрали с глаз толстые перегородки, протерли мутные линзы и отныне стали сильно суперосторожными. Эта осторожность упала и на Амазон тоже. Аналитики кричали, что Амазон имеет ноль шансов, не смогет просто перестроиться. И вот уже совсем скоро, как и остальные интернет-цыгане тоже коньки отбросит. Безос пытался тогда убедить всех, что переживет любое цунами из долгов. Чтобы пережить кризис, Амазону в ту пору по зарез требовалась денежная подушка. Вдруг поставщики перестанут давать отсрочку платежей. Кризис же. Но еще всего за месяц до этого краха даткомов Амазон успела еще настрогать облигации и напродавать их аж на 672 миллиона долларов. После этого привлечь деньги стало вообще практически невозможно. Все. И получается, что? Амазону вообще повезло. Это создало ту самую подушку безопасности, без которой Амазон тогда по-любому обанкротилась бы. Короче, подфартила знатно. Да? Вся эта история окончательно убедила Безоса перестать давить по газам. Иначе это как выжимать сотку на тракторе по бездорожью. И сейчас вместо скорости подорвались наращивать КПД. Безос уволил тогда целых 1300 сотрудников и аж закрыл распределительный центр в Сиэтле. Все сразу посчитали, что раз так, ну, значит, его бизнес вовсе никудышный. Но дела реально так-то были плохи. Проблема была не только в снижении капитализации и переизбытке персонала, а еще и в том, что уперлись в потолок на книжном рынке. И расширяться дальше просто было некуда. А ведь книги давали все еще основной выхлоп. Более половины навара приносили именно книги. Но кризис даткомов это еще ладно. Вы прикиньте, тут масло в огонь еще пресса подливало, поливая грязью все даткомы и особенно Амазон. Журналисты и аналитики Уолл-стрит в 2000-м предсказывали Амазону очень скорую гибель. Якобы компания демонстрирует ваще чрезвычайно высокий уровень неумелости в дистрибьюции. И что Безос строит карточный домик, который развалится при первом микродуновении ветра. Безос кричал, что, мол, это самое, что ни на есть чистейшая бредятина. И хотя Амазон имела у овердахера капитала почти миллиард, но после таких дерзких предъяв инвесторы ломанулись еще больше сливать акции Амазона. Этот прогноз мог стать самосбывающимся. Он мог напугать поставщиков, которые могли внезапно потребовать от Амазона немедленной оплаты поставок. А там такие дебиторские задолжности, что не каждый-то бухгалтер даже видел. Поэтому резко подорвались перетирать со всеми поставщиками, что с Амазоном все нормули, деньги есть и все путем, а там это просто какие-то балаболы бесстыжие, ерунду городят всякую. И вообще не верьте им, верьте лучше нам. Мы же так-то четкие ребята. А эти журналюги хитрожопопродажные прицепятся как банный лист к жопе. Им бы лишь бы только бы страху бы на людишек нагнать. Да побольше, да почаще. И так они всех нахер запугали, что люди даже срать уже боялись без напутствия и разрешения. Ну и значит вся эта ботва со стороны СМИ заставила Безоса осознать, что репутация Амазона реально под угрозой. И он погнал выступать на ТВ, толкая речи налево и направо. Раздавал интервью там, общался с инвесторами. Короче, включил все свое очарование. Он утверждал, что все на самом деле в норме, что Амазон реально непоколебима. А эти журналюги все вообще не выкупают. Поют одну и ту же песенку. А они видят только на 10 минут вперед. Но наши акции-то выросли аж в 20 раз за последние 3 года. Так что все нормуль, да? Однако тон публикаций в прессе вообще не изменился. Все зырили на Амазон, как под микроскопом. И капали на мозги. В те горячие деньки все аналитики смеялись над Безосомол. Слышь, Амазон, прибыль-то где? Но с другой стороны, там так-то действительно была печалька. Расходы на распределительные центры из АП были слегонца даже супер большими. Журналюги продолжали чмырить несколько месяцев. И стоимость компании скукожилась аж в 3 раза. С 6 до 2 миллиардов. Все сотрудники были до смерти напуганы. А они-то пахали до посинения 24 на 7, не жалея сил, насрав на семью. В надежде, что по итогу выхватят фантастическое богатство за счет опциончиков. А теперь они потеряли эту надежду. И с ужасом увидели, что их опциончики теперь вообще ничего не стоят. До пузыря доткомов одна акция стоила 113 баксов. А после всего 6 каких-то несчастных. Все топ-менеджеры были охвачены разочарованиям. Охали и ахали у друг друга за глазами. Не вдупляя, что вообще сейчас делать-то. Но не подфартило, что, да? Многие сотрудники разлюбили Безоса. В результате топ-менеджеры тогда прям массово бежали из Амазона, как с тонущего Титаника. А вот Безос горячий сердцем, холодный умом, вообще не суетился по этому поводу. И всегда двигался как-то на расслабоне. Как вообще будто даже и не было ничего. Тут апокалипсис в разгаре шагает. А лысая Амига на релаксе пребывает. Так мало того, он еще и втайне основал космическую компанию Blue Origin. Безос считал, что на него выпала великая миссия по спасению нашей цивилизации. Поскольку если не заниматься космосом, то планета придет к застою. Ресурсов-то на всех не хватит тут на Земле. А там люди будут жить и работать на космических станциях по всей Солнечной системе. Это типа вызовет творческое цунами. И вообще это единственный способ спасти нашу планету. Да? Ты как, согласен? Во время бегства сотрудников, Безос кричал своим челиком, мол, когда акции растут на 30%, вы ведь не становитесь умнее на 30%. Значит, когда они падают, вы не становитесь тупее. Да? Так что не надо дрейфить. Если мы будем заботиться о клиентах, по-любому все будет в порядке. В то неспокойное время как раз вышел роман Гарри Поттера «Кубок огня», на который откупорили скидуху аж на 40%. И плюс еще экспресс-доставочку по цене обычной. В итоге потеряли просто херу в гору прибыли с 255 тысяч продаж. Отчего пердаки у инвесторов взорвались так, что аж ошметки разлетались по стенам. Ведь акции-то и так на дне. И казалось, что Безос сделал это назло, тем балбесом с Уолл-стрит. Но на самом деле он сделал это, чтобы просто сделать для простых людей что-то хорошее. Чтобы завоевать их лояльность. Даже сотрудники думали, что Безоса шел с ума. Но в результате Amazon получила тонны хороших отзывов от народу. Респект и уважуху. Простой народ кричал, что, мол, это был самый лучший день в их жизни. Пресса тоже вдруг пустилась хвалить. И по итогу в статьях о романе Гарри Поттера упомянули Amazon аж 700 раз. А, кстати, владельцы магазина игрушек ToySas были вообще импотентами в плане интернета. И столкнулись с кучей трудностей. У них постоянно отваливался сайт, что вылилось в массовую задержку доставок. За чего они впухли от Федеральной торговой комиссии на штраф аж на 350 штук корей. И тогда-то они решили запартнериться с Amazon, чтобы использовать их платформу, склад и доставку. ToySas отлично умели подбирать игрушки, а Amazon, наоборот, не умела. Они идеально подходили друг к другу. Один подбирабельный, другой продавабельный. И, кстати, это и был первый шаг к созданию той самой платформы для продавцов. И теперь игрушками на Amazon торговала сама вот эта ToySas. А дальше Amazon подвигала искать и заманивать других таких же крупных продавцов. Поначалу большинство отказывались, но упорство в 2001 в этом направлении принесло плоды. Например, запартнерились с сетью книжных магазинчиков Borders, которая допетрила, что строит собственные распределительные центры уж очень дорого. А у Amazon уже всё есть и чётенько работает, и быстро, вот. Ну а потом постепенно и другие подтянулись. Но есть одно но. Это же были крупники. А вот мелкие предпринимашки почему-то отказывались юзать эту платформу для продавцов ZShops. И однажды Безос собрал всю руководящую грядку и вдруг спросил, как с порядочных. Почему этот сервис до сих пор не пашет? Посидели, посовещались, репу почесали. Почему он не работал, так и не вдуплили. Кажись, было просто не до него. В общем, взяли и вот этот ZShops немножко опять поковыряли, поизменяли. И теперь он стал позволять сторонним продавцам банчить своим барахлом прямо рядом с амазоновскими товарами. Ну прям реально на одной и той же странице. И назвали это Marketplace. Стартанули с поддержанных книг. И вдруг этот сервис мощно вообще бомбанул. Amazon с одной стороны теряла клиентульку, а с другой всё равно получала комиссию. Причём без затрат на закупку и хранение товаров. А для покупашек так вообще красота. Они могли сэкономить и находить всякие сильно редкие книжульки. Но тут вдруг повылазили всякие союзы авторов и издателей. И начали хрюкать, мол Амазон якобы подрывает продажи новых книг. Впаривая старьё какое-то поддержанное. Нанося огромный ущерб. Разгневанные издатели кидали предъяву, типа «Какого хера рядом с их новенькими книжечками торчит ссылка на старую дешёвую говнокопию?» «Прикинь, ты выложил новенький товар, а тут вдруг появляется какой-то дятел. И прямо рядом впритык возле тебя выкладывают свой дешёвый хлам. Кому это понравится, а?» Мало того, сами сотрудники Амазона начали люто паниковать. Ведь теперь даже конкуренты могли торговать прямо на самом Амазоне. Внутри как бы, отколупывая нехилую долю выручки. И получается, что Амазон сама способствовала этому. И эти чужие продавцы могли вести себя как мудаки, провоцируя плохие отзывы, которые висели на Амазоне потом. Это был реально сумасшедший шаг. Казалось, что Амазон пилит сук, на котором сама же и сидит. Всё же было хорошо. Зачем вообще это нужно? Никто не понимал. А Безос гордо кричал, мол, «Если кто-то другой может толкать товар дешевле, чем мы, значит, мы должны позволить ему и выяснить, как вообще ему это удаётся. Вкурили!» Пока все вокруг скулили, гундосили и квакали, Безос, невзирая на это нытьё, продолжал спокойно наращивать усилия в этом направлении. И применил эту фишку ещё и на все остальные категории товаров. Ему было вообще насрать, кто там чё гундосит. Джефф был против всего мира. Фишка в том, что эта фишка давала клиентулькам супер широкий выбор. А для Безоса самое главное – это же клиент, как раз. Это не та игра, где победитель лишь один. Тут все в выигрыше. Однажды Безос встретился с Джимом Синегалом. Это тот типок, который основал магазины Костко, который тоже, как и Безос, тоже всю жизнь бодался с уолстрицкими аналитиками, которые топили за поднятие цен. Этот Синегал, как ветеран торговли от души, подогрел Безоса всеми своими советами, секретами ведения бизнеса, которые Безос тогда ещё вовсе молодой щегол в 2001-м всасывал, как губка. А Синегал вовсе даже не жалёл советов. Он считал, что все мы должны бессовестно воровать друг у друга хорошие идеи. Вот. Безоса обалдел от его советов. И сразу же после этой встречи, как Робин Гуд начал опускать цены на всё подряд. И как только кто-то опускал ниже, он опускал ещё ниже. В конце концов, цены на книги, музыку и видео отскочили вниз аж на 20-30%. А ещё в тот период Безос тащился от Джима Коллинза. Это такой типок типа бизнес-гуру. Но не сектант, как Тони Робинс, а нормальный чел, который придумал в дрее безги хитро выдуманный термин под названием «маховик». Фишка в том, что если ты по жизни топишь всегда чисто только в одном направлении, то в какой-то момент запускается некая саморазгоняющаяся петля, и твой бизнес рубит капусту вообще как сумасшедший, даже без твоего участия. То есть там как? Амазон снижала цены? Это приводило к росту покупашек. А опять же, чем больше покупашек, тем больше продавашек. И так по кругу, и так до талого. И в итоге деньги хоть туда-сюда и взад-перёд вертятся, но в итоге всё равно все в обратку к Безосу возвращаются. Во, вообще гениально, да? По-моему, вообще чётко. Конкуренты, глядя на этот маховик от зависти, сами себе лизали яйца, которые от страха превратились в изюминки. Это просто имба, короче. Поскольку Амазон зарабатывала теряя, теряя. А поскольку Амазон для безобразия низкая моржа, никто просто тупо не может с ними тягаться, понимаете? А чтобы подкармливать этот маховик, заныривали во всё новые и новые области. Ну и вот и вот этот многоходовочный волшебный маховик так разогнался, что стало возможным сделать доставку даже бесплатной. Для тех, кто отоварился как минимум на 100 бачей. А прикол в том, что как раз платная доставка и была непреодолимым препятствием для большинства покупашек. И как только эта преграда вдруг пропала, люди сразу вообще как сдуревшие начали грести товары лопатой. Планка в 100 баксов побуждала поднакидать в корзину побольше ещё всяких разных продуктиков. Согласитесь, круто, да? Только для финансового директора это было совсем не круто. Он видел в этой бесплатной доставке пустое транжирование бабла. Он глазам своим не мог поверить и даже взял и уволился. И вообще тогда многие считали бесплатную доставку отличным способом спустить компанию в унитаз. И вообще на фоне кризиса дела в компании шли, кстати, очень даже не очень. И многие топовые управленцы начали уходить. Кто-то утратил веру, а кто-то бесился, что лысая Амига никогда никого не слушает, а некоторые просто перегорели. Ведь если ты такой весь клёвенький сотрудничек, то Безос обязательно запрыгнет тебе на спину и будет скакать на тебе, пока ты копыта не отбросишь. Несмотря на этот массовый исход, Безос, как всегда, был бодрячком. И вообще даже не паниковал. Его отличительная черта была в том, что он не привязывался к людям. Хочешь валить? С катертью дорога. Так даже лучше. Свежая кровь лучше. А, кстати, Копирайтеров и рерайтеров, которые наполняли страницы сайта рекомендательными текстами, тоже уволили. Вместо них запилили персональные рекомендации на основе истории покупок и истории просмотренных страниц. И со временем стало совсем ясно, что люди-то всё не могут конкурировать с алгоритмами. Последний гвоздь в крышку гроба копирайтеров колотил запуск алгоритма Amabot, который автоматом генерил шаблонные текстовые рекомендации. На выхлопе этот алгоритм просто уделал копирайтеров. Всё ГГ-печатальщикам. Как-то однажды на одном из совещаний сотрудники показывали идею, как вообще можно координировать работу отдельных отделов. И просто гордились своей хитроумной презентажкой. Они делали это вроде как с благими намерениями, а Безос так взбесился, кричит, мол, «Это ваша коммуникация! Это просто деградация! Вот вы это делаете, а чё толку-то?» Да наоборот, надо, чтобы командам вообще не приходилось что-то перетирать между собой. Понимаете? Парадоксальная идея Безоса была в том, что все эти терки ведут только к потере времени, и тот, кто стоит ближе всего к проблеме, лучше всего может сам же её же и разрулить по-быстрому. А добавление усилий только замедляет. Одна голова хорошо, две хуже. Крайне редко бывают проблемы какие-то необратимые, когда надо по 100-500 раз всё перепрочекать и перепрообдумать. Большинство головников можно вообще на раз-два по-быстрому решать, только в реале наоборот. Обычно в компаниях какие-то чудики сидят и целой грядкой по 100-500 дней мусолят каждый малейший пердёж. Будто решается судьба всей планеты, и в итоге буксуют на одном месте годами и не развиваются. Боятся ошибиться, видите ли. А надо наоборот идти по жизни так, что если вдруг ошибся, да и хрен с ним, вообще насрать, не страшно. А если чё, на крайняк всё равно можно всё пофиксить, короче, на обычную проблему должен принимать решение один чел, а не сидеть и чесать репу всей руководящей грядкой. И ещё Безос считал, что нужны только исполнители, инженеры и разработчики, а не менеджеры. Куда ни плюнь, везде манагер. Он не хотел, чтобы его компания состояла из целой армии бегунков-манагеров, как в Майкрософт, которая из-за этого превратилась в тормозного бегемота. Ну и короче, в 2002-м Безос раздербанил организационную структуру, поделив всех на автономные грядки по 10 голов, которые он назвал «команды на две пиццы». Типа, чтобы на группу хватило две пиццы всем потрескать. Эти команды получили невиданную свободу действий. Вообще без Безос. Даже если Безос не согласен с мнением кого-то, он не стопорит, а позволяет делать так, как сотрудник сам хочет. А иначе ты вообще как душнила, будешь всё запрещать, и самые крутые творческие работяги разбегутся. А ведь творчество – это и есть инновации. Ну и значит это. В январе 2002-го Амазон наконец-то отчиталась о первом в её истории прибыльном кварталике. Чистого навара надербанили аж целых 5 миллионов долларов. Кризис даткомов начал потихоньку выветриваться. И снова погнали вторгаться во всё новые и новые сферы. Но есть одно но. Компания стала такой огромной, что всё опять стало сложно и запутано. Прям хаос царил в распределительных центрах. Если хотя бы один сборщик на складе тормозил, то это тормозило и всех остальных. Частые сбои прерывали работу аж на несколько часов. Образовывались товарные заторы, а сотрудники их игнорили. А на разгребание уходила куча времени. Складская софтина тоже была не заточена под новые категории товаров. Если раньше достаточно было крикнуть типа «А ну-ка, братва, наведём в доме порядок!» И всё сразу становилось хорошо, то сейчас это уже не помогало. А компания продолжала терять сотни и сотни и сотни миллионов долларов. Система распределения была выстроена по системе Walmart, которая была заточена чисто только под крупные и одинаковые заказы. Но вовсе не годилась для всяких мелких и разных заказов. Все тогда считали, что всё, короче, всё, Amazon обречена, не сможет масштабироваться. И в этот самый критический момент в компанию пригласили Джеффа Уилки, который шарил за организацию поставок как Хайзенберг за синий мед, что было вообще редкостью. Он был чертовски умным и в чём-то даже походил на Безоса. Короче, батя по складам. Его поставили сразу директором по поставкам, и он сразу заменил всех старых пердунов на всяких учёных и инженеров, и даже составил список из десяти самых умных челов, которых когда-либо вообще знал, и всех их нанял на работу. Этот Уилки обнаружил, что на складах вообще жара. Чрезвычайно сложно планировать транспортировку и распределять нагрузку. Ведь чё там купит покупатель? Хрен же предскажешь. Комбинация товаров всегда рандомная. Поэтому управляющим оставалось только импровизировать. Ну и короче чё. Они пришли к выводу, что оборудование и софтина им вообще не подходят. Поэтому погнали пилить себе собственный софт. И создали алгоритмы, которые управляли действиями работников. И идеально всё распределяли. И впоследствии стали секретным оружием Амазона, позволявшим получить чёткие ответы о том, куда и когда следует поставить те или иные товары в пределах огромной распределительной сети. Теперь и продуктивность повысилась, и предсказуемость, и надёжность, и клиенты получали свои заказы вовремя. И алгоритм мог даже спланировать доставку так, чтобы она обошлась ещё и дешевле. А это же вообще красота. Алгоритм ежечасно просчитывал, как в шахматах, миллионы ходов. И в итоге выбирал лучший. И на выхлопе этим экономил кучу денег. А с кучей денег можно было сделать товары ещё дешевле. А чем дешевле все товары, тем ещё больше продаж этих самых товаров. Вообще чётко стало. За первые два года этот Уилки понапридумывал десятки всяких хитрых индикаторов, которые тщательно отслеживали управляющие. Один центр он и вовсе полностью закрыл, уволив 450 сотрудников, и вообще установил чёткую дисциплину. Жёстко пинал всех управляющих. Так что когда он звонил и кричал, его голосовая атака была такой силы, что лопались их ушные мембраны. Безосу нравился такой жёсткий директор. Вот совсем нравился. Он нашёл в нём главного союзника в войне против хаоса. Поэтому долго не думая, повысил его аж до вице-президента. Ну и за весь 2002 продажи выросли на 26% и составили рекордные аж 3,9 миллиарда. Этим! Амазон доказала, что она не какой-то там очередной обосравшийся датком. И тут же курс акций оттопырился аж на 25%. А индекс удовлетворённости клиентосов доскакал аж до 88 баллов. Что означало, что Амазон реально торкала клиентов. Пресса, которая втирала всем, что Амазон это пустышка, теперь опозорилась и хлеборезку свою закупорила. А ещё, кстати, 15% продаж было от сторонних продавцов. Для них тогда выкатили новенькую услугу под названием Амазон Фулфилмент. А это чё такое? А это типа отросток от маркетплейса. Тоже сервис для сторонних продавцов. Только этот ещё и складирует. И отправляет их заказы ихним же клиентам от ихнего же имени. То есть ты сейчас можешь не только банчи через Амазон, а ещё и хранить и доставлять товары. И ты по-прежнему владеешь своим товаром. Это была довольно крутая так-то фишка. Вот совсем крутая. Ведь для большинства хранения и доставка тот ещё гемор. Техническую инфраструктуру-то модернизировали, а чё толку-то? Достучаться до компьютерных резервов было вообще невозможно. 70% времени инженеры вместо инноваций тратили на всякую нудную и однообразную работу. На заплатки и костыли. Многие инженеры тупо ни в какое не могли пробиться для получения ресурсов на свои эксперименты из-за огромных очередей. Всем нужны были компьютерные мощности. И чтобы обслужить всех инженеров, времени вообще не хватало. Это был тот ещё головняк, который надо было с ручником как-то разруливать. Но как? В то время Безос вовсю тащился по книге сотворения Стива Гранда, который выдумал интересную концептуёвину, где, грубо говоря, всё сложное всегда состоит из простого. Как кубики в Майнкрафте. И из этих кубиков можно строить всякие сложнейшие сооружения. И при этом полная свобода действий. И тут то же самое. Только не для геймеров, а для инженеров. И в качестве кубика выступает некий простой вычислительный блок. Ты хоть вкурил, чё я говорю-то? То есть этот Стив Гранд топил за то, чтобы не принуждать инженеров к чему-либо. Отдать им много-много кубиков, и пусть они сами там творят, чё хотят. Таким образом, ты не пытаешься угадать, чём они займутся. И ты их не ограничиваешь своими планами. А просто создаёшь среду, которая стимулирует их творческие порывы. Вкурили фишку. Это же чудо просто. Безоса эта идея сразу перевозбудила. И сразу погнали распиливать свою компьютерную инфраструктуру на мелкие независимые куски. И открывать к ним доступ как для своих, так и даже для чужих в аренду. Безос тогда кричал. Разрабы? Это в натуре алхимики. И наша задача сделать всё от нас зависящее, чтобы они могли продолжать заниматься своей алхимией. Ну и получается это. И себе помогли и другим. И вот этой новой услуги дали погоняло Amazon Web Service. АВС, короче. Строя эту АВС, Безос считал, что она должна иметь способность неограниченно расширяться и масштабироваться до бесконечности. Только, честно говоря, многие кричали тогда, что Amazon занесло куда-то не туда. Якобы полезли вообще не в свои дебри. Какое вообще отношение вычислительные всякие машины имеют к торговле книгами? Вы же колхозные торговцы. Куда вы вообще лезете в нашу элитную технологическую отрасль? А? Недоумевали все тогда. Недоумевали? Что обычный интернет-магаз вдруг явил на свет продукт вообще никаким боком не связанный с его основной делюгой? Члены правления Амазона тоже всей грядкой завозмущались. Типа, нахера вообще нам эти дурацкие веб-сервисы какие-то? Дела и так идут совсем неровно. И перед носом международная экспансия. Зачем нам это-то? Но Безос, слышу это нытье, сразу погружался в бешенство. И поливал всех потоком гнева, как из пожарного шланга. И дело тут даже не в том, что спрос на это на рынке просто космический. И даже не потому, что престижно быть технологичными. А потому, что обычно все отсталые протухшие компании сопротивляются вылазить в какие-то новые направления. И как-то инстинктивно даже сопротивляются этому. Безос активно боролся с этим говном у себя в Амазоне. И еще аж с 2001-го А активно начал набирать всяких инженеров-технологов. И лишь после того, как он нашел технолога мыслящего так же масштабно, как сам Безос, компания наконец сдвинулась с места в этом направлении. Это был Уди Манбер. Вообще матерый ученый-профессор по алгоритмам. Который искал всякие необычные творческие подходы к решению сложных задач. Безос на первой встрече спросил его, мол, а ну-ка иди по базарим. А мог бы ты описать мне изобретенный лично тобой какой-нибудь алгоритм? Манбер взял и описал ему и удивился, что Безос прям все схватил прям на лету. Когда другие директора месяцами бы репу чесали, чтобы вдуплить суть идеи. И они такие мгновенно понравились друг другу. В 2003-м этот Манбер создал текстовый поиск по книгам. Но это как бы заглядывалка, позволяющая увидеть какой-нибудь фрагмент текста, не покупая книжки. Удобная штука так-то, ведь и вдруг книжечка окажется шляпой Галимы. Издатели согласились на эту приблуду. 100 тысяч книг переконвертили в цифровой. Амазону требовалось больше инженеров. Только вот все инженеры горели нежеланием переться жить в Сиэтл. Все они почему-то любили тусоваться в Кремниевой долине. Там был прям муравейник талантов. Поэтому Амазон тоже открыла в Пало-Альто офис специально под это. Подразделение назвали А9, Манбер его возглавил. Этот центр А9 занимался постоянным улучшайзингом внутреннего поиска по товарам. А также тестили всякие свежие амбициозные направления, вообще никак не связанные с основным бизнесом. Но особо ничего не получалось, все равно не хватало инженеров. В это время вдруг откуда ни возьмись появляется Гугл. Звездный поисковик из Кремниевой долины, который в 2004-м как ракета взлетел на вершину капитализма. Это был просто в натуре ошеломительный взлет, который приковал всеобщее внимание и всю славу. И самое интересное, знаете чё? Гугл всю поляну отжал у Амазона. Ведь теперь народ первым делом, когда искал какой-нибудь товар, открывал не Амазон, а Гугл. А Амазону пришлось платить денежку Гуглу, чтобы быть на первом месте. Ну и естественно, Безос сразу начал пилить собственный интернет-поиск. Но оказалось, что поиск это не та вещь, на которую можно просто так взять и взлететь, делая всё тяп-ляп на скорую руку. Толковых инженеров по-прежнему не хватало. А Безовский отдел А9 на фоне этого стал походить на толпу неудачников. Даже акции упали на 12%. Всё дело было в том, что онлайн-торговля тогда вышла из моды. Если до этого всех инвесторов торкало слово «интернет», то сейчас торкало слово «технологичный». Если ты технологичный, то всё ты перец, просто красавчик в лучах славы. Ты элита общества. А все остальные колхозники – бесполезные ничтожества. Удел которых садить картошку или работать в Макдональдсе. И вообще с такими даже за руку стрёмно здороваться. Джобс, например, тоже, кстати, как раз так и считал. Считал, что Амазон – просто какие-то примитивные торгаши. А Безосу-то обидно. Он тоже хотел быть технологическим. Он просто не мог смириться с таким положняком, что Амазону готова на судьба скучного и нескорентабельного интернет-магаза. Хотя Безос ещё с 90-х толдычил всем, что Амазон – это не какой-то там продавец. Это, мать вашу, тоже технологическая компания. Но всё-таки по всем параметрам Амазон походила как раз именно на продавца. И действительно, прибыль-то вся от торговли была. Лысый Амиго жаждал продавать не только всё, но и везде. А Китай – это же вообще жирный кусмень. Поэтому в 2004-м вломились туда, приобретя книготоргующий стартап Joya.com за 75 лямов. Поначалу всё шло вроде бы неплохо, но всё, что может пойти не так, обязательно же пойдёт не так. А пойти не так там могло много чё. Ведь в Китае конкурент Амазона – Алибаба. А Алибаба – это же Джек Ма. А Джек Ма – это же Джеки Чан в мире бизнеса, который любого порвёт в лохмотья. Джек Ма сначала в ответку открыл популярный интернет-магазин Tmall с фиксированными ценниками, аналог Ебэя. А потом выкатил Алибэй, позволив покупашкам оплачивать онлайн, в то время как Амазон всё ещё принимала наличкой. В маркетплейс амазоновские китайские продавцы тоже спешили не идти. Их пугали комиссионные аж до 15%. А это слишком дохера просто. В Алибабе-то было всего 5. Максимум. В результате Алибаба вырвалась ещё дальше. А потом вдруг внезапно прогремел сокрушительный репортаж на государственном телеканале Китая, который как-то застукал контрафакт на Амазоне. И шансы на успех как-то сразу стали испаряться. Абезос особо не хотел погружаться в политические интриги китайского правительства. И не хотел карифаниться с коммунистами. А без дружбы-то куда? И в итоге Амазон скатилась там в пропасть. Если в Америке Амазон была могучим орангутангом, то в Китае нерешительной макакой. За 10 лет, с 4 по 14, Амазон профукала в Китае аж целый миллиард долларов. Больше даже. К 16-му рыночная доля Амазон в Китае скукожилась с 15 до позорного 1%. Меньше даже. Безос по жизни всегда топил за снижение цен на книжечки. Его сотрудники бегали по издателям и как борзые гопники прям в наглях нахлобучивали их на более дешевые закупочные цены. На длинные отсрочки по платежам, на гибкие условия доставки и короче все такое, балансируя прям на грани конфликтов нулевых. Чел, который отвечал за отношения с издателями, испытывал прям садистское удовольствие, обламывая издавальщиков. Он просто брал и вычислял тех, кто получал у Овердахера прибыли и при этом сильно зависел от Амазона и принуждал их перезаключать договора на более выгодных для Амазона условиях. Ты или с нами, или против нас. Ха-ха-ха. Короче, доели издателей как коров, даже как-то жалко стало, жалко. Так поступали даже с маленькими издательствами, для которых отказ означал вылет из бизнеса. Жестокость Амазона к слабеньким издателям просто поражала. Поражала? Поражала даже самих сотрудников Амазона. А если издавашка рыпался и что-то хрюкал, его сразу исключали из рекомендаций на сайте. И продажи у него сразу падали аж до 40%. После этого этот издатель сразу подрывался в обратку на все подписываться. Одеваться некуда, ведь Амазон это гегемон на рынке. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Топ-менеджеры в Амазоне даже между собой хлистались. Настолько вот они жесткие. Внутри Амазона постоянно царили конфликты. Они подражали Безосу, а иначе ты просто белая ворона. Успеха в Амазоне достигают только наглые. Если ты весь такой нежный и мягкий, то тебя просто размажут, как муху по стеклу. И выкинут на улицу. Безос не терпит, когда все такие сплоченные и все такие на все согласные. Это может и нормально у других, а у него в Амазоне фавориты должны сражаться между собой. Атаковать друг друга аргументами. Угрожать даже. Если ты заподозрил, что где-то кто-то неправ, ты должен разбить его в пух и прах. А от вежливых недотрог вообще толку ноль. Они никогда не докопаются до истины. Те, кто перенимали борзую манеру Безоса, те и оставались. А неженки побитые уползали из компании, сверкая булками. А у Безоса, кстати, честь тенька крышу сносила на коллег. Но его критика всегда была по делу. У него какая-то чуйка. И она работает четко вообще. Каким-то непонятным образом ему всегда удавалось моментально разобраться в тех вещах, в которых он даже не имел никакого опыта. Безос расхаживал по центрам обработки заказов и задавал вопросы, как всевидящее око проявлял нечеловеческую прозорливость, что вдохновляло и устрашало одновременно. Как будто, черт возьми, он разбирается в твоем деле даже лучше тебя. И наврать ему означало конец света. Однажды Амазон предложила Стиву Джобсу замутить совместный музыкальный магаз, чтобы через плеер iPod можно было прикупнуть музыку на Амазоне. Но Джобс ответил, что он и сам прекрасно сможет продавать музыку, а партнерятся только лохи всякие. Ты должен быть независимым. Джобс тогда предсказывал, что его Apple по продажам узла к бабке не ходи, скоро догонит Амазон. Догонит. Безос не поверил, но когда Джобс выкатил свой iTunes Store, он в натуре полностью захватил музыкальный рынок. Полностью. В Амазоне все были просто ошарашены. И тут Безос закипишевал по полной. Ведь тогда, в 2004-м, продажи бумажных книг и дисков с музыкой и фильмами обеспечивали ему аж 74% выручки. А цифровизация-то неизбежна. А это означало, что без оцифровки уже прям скоро Амазон порвут как тузик грелку. Музыка как-то особо Безоса не торкала, как Джобса. Вот и проиграл. Безос вовсю торчал по книгам. Как раз где-то в это время его прям очень сильно торкнула книга «Дилемма инноватора» Клейтона Кристенсена, который пояснял за смысл жизни компании, что якобы ошибка всех крупняков в том, что они вроде бы хотят революционных изменений, но очкуют, очкуют выходить на новые перспективные рынки, ведь это может нарушить их же собственный бизнес, а на самом деле-то наоборот полезно пилить сук, на котором сам и сидишь. Ну потому что если не отпилишь сам, то отпилит кто-то другой. Безос был очарован этой концептуёвиной и кончал прямо в трусы от одной только мысли об этом, и решил оторвать жопу от бумажных книг и сделать торговлю ими абсолютно бессмысленным занятием. «Врубайтесь, иначе рано или поздно полюбасу это сделает какая-нибудь Apple или Google и всё, всё». Поэтому в 2004-м резко подорвались пилить электронную читалку. Безос вкинул необходимое бабло и потребовал начать быстрее пилить этот девайс, и чтобы он был настолько простым, чтобы даже окоченевшая бабулька могла бы спокойно тыкать. И так удачно всё совпало, что в это бурное время как раз появилась чертовски комфортная для зрения технология электронных чернил. Тем временем техническая инфраструктура всё сильнее устаревала и вовсе ломалась. А переезд на новую платформу длился уже три наисложнейших года. Для инженеров это был тот ещё головняк. Они только и делали, что бегали и на ходу клеили заплатки. Некогда целостный программный код годами обрастал всякими костылями. Инженерам приходилось тушить одно горящее здание за другим, распыляя силы, пока шёл вот этот вот переезд на более простую платформу с гибкой архитектурой. Десятки талантливых инженеров тогда не выдерживали такого перенапряжения и уходили из Амазона. Причём многие перебегали как раз таки в Гугл. Амазон превратилась в кошмарно непривлекательное место для работы с токсичной атмосферой. Зарплаты не росли, а коллектив чувствовал себя несчастным. Топ-менеджеры собачились между собой постоянно, не находя общий язык. Однако всё это мало волновало Безоса. Создавалось такое ощущение, что эти конфликты происходят где-то в параллельном мире, к которому он не имеет вообще никакого отношения. На совете директоров постоянно гудела Безорга как у гопников, накаляя обстановку до такой степени, что казалось, что вот-вот уже начнётся рукопашный бой, не на жизнь, а на смерть. Даже Манбер, помните тот учёный-то, тоже поругался с Безосом и тоже ускакал в Гугл. Безос тогда аж набросился на него, мол, «Да куда ты валишь-то? Ты чё в натуре? Ты не можешь так поступить!» Для Безоса это было как предательство. Он в ту пору растерял многих своих новаторов, как раз тогда, когда они сильнее всего были нужны, когда надо было кровь из носу доказывать всем, что Амазон не торговая, а технологическая компания. А фишка в том, что Гугл как магнит притягивала к себе всех талантливых инженеров, предлагая разные пряники. Льготы щедрые, и даже бесплатное питание, и даже бесплатные места для детей в детском саду, и даже бесплатный спортзал, и даже опционы на акции. А Амазон предлагала и шачить как рабы на галерии под присмотром тюремных надзирателей, где за всё надо самому и своего кармана. Безос считал, что чрезмерный комфорт погубит компания. Сотрудники должны трудиться не ради комфорта, а ради страсти к делу. Все эти льготы, всякие премии, там бонусы, компенсации, неограниченные отпуска, бесплатная еда и даже массаж, всё это имеет мало чего общего со страстью и целеустремлённостью. А если будет слишком много всяких наслаждалок, то притянутся одни нежные, сонные, ленивые булкаотрясы, от которых толку ноль. А текучка кадров Безоса особо даже и не волнует, они даже замутили новую фишку, как плата за увольнение. Это кажется безумием, но прикол в том, что некоторые типы уже особо не особо хотят работать, но всё равно продолжают греть попу в компании. Просто тупо по инерции. Ну а говноедов ленивых, сколько они увольняют, они всё равно откуда-то берутся. А если дашь им за увольнение пару тысяч баксов, то все они добровольно сами сразу куда-то пропадают. И Амазон каждый год даёт такой шанс. И коллектив как бы самоочищается от протухшего шлака. Так что вообще красота. Ну и это чё? А, в тот период Джон Вилке, тот, который спец по складам, да оптимизировал процесс обработки и выполнения заказов. Теперь система сама умела как-то определять по заказу, где и на каком складе чё есть в наличии. И высчитывала самый оптимальный способ доставки, даже если товара в корзине было много. И если раньше на всё про всё уходило три дня, то сейчас всего четыре часа. Хрена себе, это же считай просто вжух и всё. Ну и в общем эта резкая доставочка была за отдельную доплату. Но однажды у одного из сотрудников вдруг стукнула мысль, а почему бы не сделать вот эту быструю доставочку по подписке? По платной подписке? Об этой идее узнал сам Безос, и она его мгновенно вдохновила. Это же просто чума. Ведь подписка это чё? Это значит, что клиентосы отныне будут не ходить ни в какие другие магазины. Видите ли, привлечь-то клиента это ещё ладно, а ты попробуй его удержи. Это, чёрт возьми, не так-то уж и просто. А ведь основная-то прибыль как раз-таки от постоянных клиентосов. Короче, эту фишку назвали Amazon Prime. Это такой типа клуб элитных покупателей. Платишь там сколько-то, и весь год получаешь быструю доставочку. Вообще бесплатно. И дело тут даже не в деньгах, а в том, чтобы повлиять на мышление людей. Так, чтобы они отоваривались только на Амазоне. Но запуск такой подписки был делом весьма рискованным. Ведь и вдруг такой подписчик начнёт каждый день шлёпать заказы вообще как невменяемый. А одна такая скоростная доставка обходится аж 8 долларов вообще-то. И смотрите, 8 заказов, и Амазон уже в минусе. Инвесторы кричали, что Безоса шёл с ума. Это то же самое, что просто так разбрасывать бабло, как Паша Дуров. Так так оно и вышло. На этот прайм подписались самые жадные клиентяры. И в первый год из-за них потеряли овер дохера миллионов долларов. Как раз из-за расходов на доставку. Казалось, всё, что всё. Если продолжать, то всё. Это просто самоубийство. Все. Абсолютно все считали это просто безумием. Но Безос верил в эту модель. Он полагался на интуиции и опыт. А опыт показывал, что всё, что они делали до этого, раскручивало тот самый маховик. И надо же, действительно, так оно и вышло. Жадные клиентяры были только поначалу. А потом всё стало вообще нормуль. А потом ещё дооптимизировали под это всё процесс комплектации, все расходы и постепенно вышли даже в плюс. А потом и вовсе эта элитная подписка в буквальном смысле начала вызывать у клиентосины зависимость. Сработал синдром упущенной выгоды. Ты ведь забашлял за подписочку. Значит, надо теперь затариться по полной. Как бы нахапать побольше. И люди ломанулись покупать даже те товары, о которых раньше даже не задумывались. И в итоге, знаете чё? В среднем подписчики стали покупать, внимание, аж в пять раз больше, чем не подписчики. И давайте не будем забывать. Для читалки-то это как его. Требовались книжки? Электронные? Много. Очень много. Все конкурентики вообще-то как раз из-за этого и сдулись. Поэтому Безос хотел оцифровать под читалку 100 тысяч книжек. А издатели на тот момент оцифровали только 20 тысяч. Цифровизация шла вообще туго. В час по чайной ложке. Издавашки не вдупляли, зачем это нужно. Ведь разработка читалки Киндал тогда, в 2006-м, велась в секрете, а продажи электронных книг были микроскопическими. И поэтому весомых аргументов-то просто не было, чтобы уболтать издателей. Коллеги такие шепнули Безосу, что ну как бы, ну нельзя продолжать и дальше прятать козырного туза в рукаве. Если издатели увидят нашу Киндал своими глазами, то сразу начнут активнее шевелить булками. Но девайс издателей вообще нисколько не впечатлил. На тот момент он был еще все еще сырой, постоянно зависал и имел колхозный дизайн. Да и вообще читалки в ту пору казались невостребованными. Все сдулись, кто пытался их делать. Поэтому общество считало, что это тупиковое недоразумение технологического развития. И люди ценят книжечки как раз за то, что их можно пощупать, понюхать, потрогать, открыть, подарить, ну и так далее. Ну это понятно в принципе. Ладно, возвращаясь к издателям, надо было их как-то уболтать. В свое время все музыкальные леблы сами прискакали в iTunes, боясь пиратства. Но в книгах-то пиратства не было, поэтому издателям нечего было бояться. Поэтому Безос сделал так, чтобы им было что бояться. Он же как раз это хорошо умеет. И вежливые просьбы вдруг превратились в наглое требование. Иногда доходя аж до провокационной и вообще презрительной манеры. Короче, издавашки попали под замес. Они ощущали прям сумасшедшее давление со стороны Амазона, состоящее из комбинаций мольбы и угроз. Им давали списки книг, которые в обяз должны были быть оцифрованы. А иначе их просто выпинывали из рекомендаций. И все. Несчастные издавашки догадывались, что дело катится к чему-то очень страшному. В 2006-м наконец выкатили на рынок АВС веб-сервисы. Эта услуга тогда включала виртуальные серваки, облачные диски, сервис очередей отправки сообщений. И вдруг внезапно тысячи сторонних разрабов резко сами прибежали все коннектиться к этой системе без особой даже рекламы. Спрос был такой, что даже столкнулись с перебоями в работе. Безос сделал АВС неприлично дешевой, а виртуальные серваки и вовсе работали в убыток в течение длительного времени. Безос считал, что в долгосрочной перспективе будет вообще кучерявый выхлоп, поэтому нет смысла закручивать гайки с самого начала. Мол, не нужно повторять ошибку жадного Джобса, который настолько оттопырил цену на свой элитный айфон, что рынок смартфонов стал магнитом для конкурентов, которые толпами прискакали и быстренько настряпали кучу андроидоподобных моделек. А Безос наоборот хотел показать, что то, что он мутит, как будто совсем даже невыгодно, чтобы всякие гуглы и майкрософты не прискакали раньше времени. В основном-то инвесторы, они же чепушил и жадные. Им надо красивенькие циферки, им надо деньги, да побольше, да прям сейчас, а на инновации насрать. И в конце концов все соки из бизнеса высасывают, оставляя после себя дряхлое неконкурентное недоразумение. А Безос считал, что лучше сделать прибыль пониже и просто радовать клиентов, захватывая этим рынок. Веб-сервисы Амазона были привлекательны не только потому, что они были недорогими, а еще и потому, что за них можно было платить, как за свет по счетчику. Оплачиваешь только то, что реально используешь. Ты можешь чисто, когда захочешь, прибавить или убавить потребление. Так вот, и как предсказывал Стив Грант, все это развивалось таким образом, который Безос не мог себе даже и представить. Эти веб-сервисы трансформировали весь технологический мир. АВС способствовало появлению тысяч интернет-стартапов. Им больше не приходилось отстегивать бабло за покупку дорогих серваков и найм-спецов для их обслуживания. И сейчас даже студентик и домохозяйка могут из своей комнатенки запустить интернет-бизнес, как у крупнейших технологических корпораций. В результате вся отрасль после длительного даткомовского застоя вновь ожила. Это был один из величайших факторов посткризисного технологического бума. И, наконец-то, Амазон стала общепризнанной технологической компанией, как и мечтал Безос. В 2007-м Безос собрал пресс-конференцию, чтобы представить всем свою новоиспеченную читалку. Там было около ста журналистов и руководителей издательств, которые, наконец, улицезрели новое супер-устройство Amazon Kindle. Читалка с охеренно удобным дисплеем для глаз, как будто настоящая бумага на чернилах. Емкостью на 200 книг, склавой, браузером, 3G-интернетом и даже MP3-плеером. В общем, по сравнению со своими предшественниками, Безовская читалка получилась так-то очень даже годной. Она даже запоминала место последней остановки. Это чудо-устройство предлагалось за 399 баксов. И, кстати, нет никаких дебильных дополнительных тарифов и идиотских ежемесячных платежей. Просто купил книженцу и просто читая просто. В этом пикантном рагу был еще один ингредиент. Подражая Джобсу, который в свое время сделал любую музыку по 99 центов за трек, Безос говорит, мол, отныне бестселлеры из списка New York Times и свеженькие релизы будут продаваться всего по 9 долларов и 99 центов. Эти слова прогремели как гром среди ясного неба для издателей. Они охренели просто. Ведь это аж в три раза дешевле, чем бумажная книга. Это автоматом превращало книжки на полках в никому не нужное дорогое старье, которое сгодится только разве что как туалетная бумага. Эту цену до этого момента держали в тайне. Говорили, типа, с ценами пока еще не определились, типа, не понтуйтесь, все будет нормуль. А теперь они осознали, что сами себе вырыли могилу. А коварная Амазон забила последний гвоздь в крышку и гроба, о существовании которого никто даже и не подозревал. А Безос отправился в пресс-тур по разным телепередачам, где всем втирал весьма убедительные доводы, что, мол, нигде же не сказано, что книжки в Абяз должны быть напечатаны на специально вырубленных для этого деревьях. И гордо кричал, что изменил то, что не менялось аж целых 500 лет. Конечно же, успех пришел киндл не за одну ночь, но лавина рекламы на сайте Амазона Гайарантировала быстрый рост популярности. Они думали, что первая партия из 25 тысяч штук девайсов хватит надолго, но их растащили всего за 5 часов. Читалку начали обсуждать всякие блогеры и сарафанное радио начало распространяться. Хотя издатели сильно пострадали, но Амазон тоже терял атакто огромные бабки, просто космические даже. Ведь это люди-то перестали покупать книжки и в Амазоне тоже. И как и предсказывал Клейтон Кристенсен в своей книге «Дилемма новатора», технологические инновации отозвались мучительной болью как внутри Амазона, так и во всей индустрии. Тем не менее, Амазон в 2007-м все равно поставила рекордный рост аж в 32%. Все благодаря маховику, благодаря супербыстрой доставочке и благодаря подписчикам Амазон Прайм, которые покупали все больше и больше. Это как если чел приходит в магаз за спичками, а уходит с двумя огромными пакетами. А вот eBay, кстати, совсем что-то как-то зачахло и все их попытки толком ни к чему не приводили. В какой-то момент в поле зрения Безоса попал интернет-магазин «Запас». Они реально были королями на рынке обуви. В 2005-м они надербанили целых 370 миллионов на торговле. Их особенностью было то, что их клиенты могли заказывать по несколько пар обуви на примерку. А не подошедшие возвращать обратно. А не первые допетрили до этого. И получается, ты можешь спокойно пощупать шмотки без этого тупорылого надзора со стороны продавцов в торговых центрах, где когда ты только заходишь, и они сразу начинают грозно таращить свое табло в твою сторону и угрожать фразой «А вы что-нибудь хотели?» А еще, в отличие от Амазона, у них был колл-центр с на редко свежливыми консультантами, которые не жалели время, чтобы ласково побеседовать с тобой столько, сколько тебе даже и не нужно. Безос глядел на все это чудо, и у него текли слюнки. Впервые он узрел конкурентика, хоть и маленького. Но способного утереть нос любому в своей нише. Безос сконнектился с владельцем запаса, Тони Шеем, и предложил преклонить колено. Но Шейборд тонул Безоса, выеживался, как муха по стеклу. Якобы не хочет унизительно сдаться, а потом плясать под чужую дудку. Тогда Безос в ответку открыл точно такой же магазин обуви Endless.com в 2006. Только еще добавил бесплатную доставку в течение дня, еще и бесплатные возвраты. Руководство запаса увидели все это, и тут же тоже добавили то же самое. Только вот Безосский сайт на самом деле оказался пустышкой, и заказов-то там особо и не было. А запас как лошары повелись, и получили серьезный удар по прибыли. Ведь бесплатная доставка дорогое удовольствие. А Безос продолжал колотить по запасу еще сильнее. Он начал дарить просто так 5 баксов вообще за любую покупку, просто как бонус. В итоге запас висел уже на ниточке, но упорно не сдавалось. Но в 2008 вдруг наступил финансовый кризис, и для запаса теперь наступили реально мрачные времена. Спрос на обувь упал, а для продолжения битвы с Безосом просто не было денег. А у Безоса оставался еще полный колчан стрел, который мог наполнять жизнь запаса болью еще долго и долго. Ну и в итоге запас наконец прогнулась. Безос купил их в 2009 за 940 миллионов. После этой сделки акции Амазона улетели в космос. А вообще в тот кризис офлайн-магазины банкротились прям пачками, а оставшиеся еле-еле сводили концы с концами. А у Безоса наоборот продажи только перли. В 2009 аж на 28%, то есть 24 лярда. В том году, кстати, добавили 20 новых категорий товаров, а сторонние продавцы обеспечивали уже 30% продаж. Амазон постоянно шухерила конкурентов на рынке. И в какой-то момент они наткнулись на магазинчик Куитси, который толкал всякие товары для молоденьких мамаш. Детское питание, там салфетки, коляски и вот всю такую ботву чисто домохозяйскую. У них были собственные сортировочные центры даже, с крутой софтиной, которая управляла подбиралкой упаковок так хорошо, что никогда не оставался лишний вес. А у Амазона такого не было. И вообще у этой Куитси на складах все делали роботы, а сайтом дирижировали современные алгоритмы. Сарафанное радио гудело. Короче, все вообще бам, бездна. Безос был очарован этим Куитси. И, конечно же, захотел купить это чудо. Но основатели хоть и респектовали Безосу, как предпринимателю, но они искали независимости. Поэтому сразу начались терки. Амазон запустил аналогичный сервис Amazon Mom для молоденьких родителей с аж бесплатной, аж годовой подпиской на сервис Prime. А также давали кучу всяких других плюшек, включая аж 30% скидку и начали активно банчить тоже детскими товарами. Какие бы ценники Куитси не ставили, у Амазон всегда было дешевле. Амазон теряла так-то огромные бабки. Но Безос в нагляк пер до талова. По итогу этого замеса продажи у Куитси ослабли, инвесторы разбежались. И в итоге для этой Куитси наступил просто апокалипсис. Безос до такой степени запугал бедняк из Куитси, что бедолаги оказались в тупике и, наконец, преклонили колено. И в 2010-м Безос купил их за 545 лямов. Никогда такого не было и вот опять. Конкуренты наблюдали за этим разинов рты. То, как Безос опять загреб еще одного аппетитного конкурентика в корм своему маховику, став императором интернет-торговли, перед которым все преклоняют колено. Тем временем выкатили улучшенную версию читалки Kindle 2. А поскольку Нук и iPad тогда еще не было, Amazon на всех парах захватил аж 90% рынка Америки. В 2009-м до кучи создали собственное издательство, Amazon Publishing и платформу для публикации книг. Ну, типа сам издат. Благодаря этой платформе авторы и даже обычные люди смогли в обход издательств издавать и публиковать собственные книги и даже устанавливать на них свою цену. Многие писатели смогли, наконец, бросить свою стрёмную работу и зарабатывать неплохие деньги и перестать, наконец, быть нищебродом. И полностью посвятить свое время творчеству. И никто тебе не диктует, что писать. Ты сам выбираешь. И еще и получаешь целых 70% с продаж. Что аж в несколько раз больше, чем башляют традиционные издатели. И при этом никаких танцев с бубнами. Просто загрузил документы, хлоп, и книга уже продается. Все. А еще пригласили литературного агента Ларри Киршбаума искать перспективных авторов. Киршбаум был батей в издательском мире. Все его любили и почитали. Только теперь коллеги по цеху сочли его предателям, продавшим душу дьяволу. А Киршбаум говорил, мол, «Да ничего страшного, издавальщиков и так тысячи. Че плохого-то, если появится еще один». А челы из Амазона защищали его тоже, мол, «Да мы вообще просто хотим потестить новое направление. Так что, спокуха, господа, не сгущайте так сильно краски. Когда-то человек изобрел холодильник, и надобность в разносчиках льда отпала. Мы же не переживаем из-за этого». Только все эти фразы заставили издателей очковать еще сильнее. Они-то не дураки и понимали, что когда с тебя сняли штаны и загнули раком, продолжение явно не сулило ничем хорошим. И Безос тоже нагнетал. Говорил, мол, «Рынок, они издатели должны определять, годный контент или нет». И намекал, что «Скоро грядет новый издательский миропорядок, где присутствует чисто только автор, амазон и читатели. И нет никаких идиотских посредников, которые не реагируют на инновации и всюду толдычат только одну фразу, что это якобы не будет работать». По сути, это было объявление войны. Издатели поняли, что у них на шее затягивается петля. И сразу же засуетились, и все вместе объединились, и окончательно перестали снабжать Амазон книгами. И пустились поносить Амазон грязью. Шесть самых крупных издателей начали втайне собираться и обсуждать, как бы отчпокать Безоса, используя свое пока еще сильное влияние. И так удачно все совпало, что той осенью 2009-го вдруг появляется Стив Джобс в образе белого рыцаря, который впрягся за издателей. Джобс тоже мечтал отчпокать Амазон. Он думал, типа, ничоси, лысый авторитет вообще по беспределу двигается, что что-то это как-то опасно. Чпокает всех подряд, так скоро и до нас доберется. И Джобс на всякий случай заранее начал его сильно не любить. Он хотел расширить свою монополию с музыки на книги, и готовился выкатить свое новое, просто супер чудесное, изысканное, божественное творение под названием iPad, которое тоже обеспечивало бы доступ к книгам. Издатели Джобс добазарились, что книжки будут продаваться в новом Джобсовском магазине iBook Store, и там не будет дебильного демпинга, как у Безоса. Издатели будут сами устанавливать высокие цены, а Apple будет получать процентики с продаж, и в итоге все в шоколаде, а лысый император останется с носом. И хотя Джобс откусывал аж 30% с продажи каждой книжки, но издатели думали, да хрен с ним, главное чпокнуть лысого, который фактически превратил их в бомжей со своим дебильным Амазоном. Амазон была вынуждена принять правила игры, и все, доля на рынке начала сокращаться. Впервые Амазон оказалась в равных условиях и не могла использовать свои чит-коды, но есть одно но. Когда в январе 2010-го Apple выкатила iPad, на презентации Wall Street Journal спросила у Джобса, типа, а зачем покупать книги у Apple, если в Амазоне дешевле? На чё Джобс ответил, мол, такого не случится, цены будут одинаковыми. И тут он пропалился. По этой фразе сразу было видно, что Джобс какие-то мутки мутит мутные. И антимонопольный регулятор сразу просёк, что это в натуре точно явно, наверное, заговор. Это же, чёрт возьми, компромат! Джобс хотел заставить обычных людей платить намного больше, а это ведь нарушение антимонопольного законодательства. Амазон тут же пульнула жалобу на них в Минюст США за сговор. Минюст, в свою очередь, пульнул иск к Apple и к пяти издателям в 2012-м, обвинив их в незаконном сговоре с целью поднятия цен на электронные книги. Издателям как-то удалось выйти сухими из воды, а вот Apple впухла по полной. Ей пришлось отстегнуть штраф в целых 450 миллионов долларов. После этого Амазон в глазах общественности предстала как высокомерный гигант, который нагло диктует всем свои правила. За это её и критиковали. Дескать, вы чё такие наглые-то? Отымели уже всех на своём пути. Даже Джобсу заехали прямо в табло с разворота. На чё Безос отвечал, «Да вы просто не понимаете! У нас великая миссия на этой планете! Это же ради вас же всё люди! Цены-то дешёвые! Сам Бог действует через Амазон! У нас праведная цель сделать этот мир лучше!» В конце концов, общество эти доводы проглотило, переварило, репу почесало и своё супер-пристальное внимание направило куда-то в другое место. А Амазон продолжила и дальше рубить бабло в космических масштабах. Причём он ещё и налоги почти не платил. Безос специально свои склады строил в маленьких штатах, специально, чтобы загаситься от налогов. В то время как некоторые штаты еле-еле сводили концы с концами, с дырами в бюджете аж по 4 миллиарда. Иногда больше даже. А Амазон купалась в деньгах. Вообще странно, да? Чиновники, они же обычно, наоборот, любят наклепать всяких законов и закрутить все гайки, чтобы никто даже пёрнуть не мог без напутствия и разрешения. А тут они такое как-то упустили. И в 2008-м эти чиновники наконец допетрили и забодяжили новый закон, который начал дербанить налоги везде и даже через интернет. Так что теперь Амазон оказалась полностью под колпаком. Безос протестовал, что пострадает-то обычный народ. Ведь переплачивать-то им всех клиентов в итоге обдирают. Да нет, кину грабят попросту. Ну просто зло берёт. Да? Но всё без толку. Постепенно всё новые и новые штаты закручивали гайки. 10 лет Амазон читерило с государством, но теперь впервые в своей истории оказалось в равных условиях со всеми остальными. Всякие хотелки рождались в башке Безоса так быстро и часто, что никто за ними не поспевал. В 2011 он заявил, что надо создать устройство, управляемое чисто голосом и с мозгами в облаке и ценой всего 20 баксов. Типа умная колонка-помогалка. И тут же в это же время Apple вдруг выкатывает iPhone 4s как раз с таким же голосовым помощником Siri, опередив Амазон. Поэтому Безоса всей дури пинал своих типов, чтобы быстрее двигали булками, создавая эту умную колонку. И вот чтобы ускориться, они купили стартап Яп, состоявший из 20 типочков, которые давненько уже варились в этой теме и даже научились конвертить человеческую речь в текст. Этим челам из Яп пояснили, что хотят сделать децельное устройство размером с банку кока-колы, которую можно поставить на столе и задавать ему вопросы на обычном разговорном языке. И это был бы типа умный помогальщик-ответальщик. Главный чел из Яп тогда подумал, ёб твою мать, о боже, в чем мы ввязались, будем делать какую-то помогалку. Вообще-то это невозможно, кстати, ведь эта помогалка не сможет распознать человеческую речь издалека, поскольку большинство людей же с кашей во рту, тринят, что-то непонятно, вообще невнятно, да и посторонних помех тоже предостаточно. Короче, информатика, как наука, пока еще не в силах осилить все устройства, поэтому все, стопы, ребята. Но в Амазоне ответили вообще невозмутимо, мол, нам наплевать, ребятки, не дрейфите, пилите, как хотите, бабло есть, время есть, команда есть, все, погнали. А прикол в том, что Безос по жизни шел с понятием, что в натуре никогда никого не надо слушать, ну невозможно же, слушая кого-то, изобрести что-то годное. Вместо этого он проповедовал некое такое творческое блуждание, которое способствует творческим прорывам. Самые великие вещи, те, о которых людишки никогда не догадаются попросить. Сейчас вот из каждой дырки доносится совет, типа ставить цель. Появились уже толпы мамкиных бизнес-тренеров всяких, которые все одинаково толдычат одно и то же, что надо типа ставить цель. Да вообще насрать на цель. Иногда вместо четких целей лучше хаотичное интуитивное блуждание. Ты можешь отклониться от изначальной цели и как бы заблудиться, но в конце концов в этом хаосе ты нащупаешь самый супер оптимальный путь. Грандиозное открытие невозможно запланировать. В 2012 купили производителя мобильных складских роботов Kiva Systems за 775 мультов, которые взяли на себя физически изнурительный труд. Весь такой вот нудный-нудный, когда чел сходит с ума, повторяя одни и те же действия и наяривает по 20 км в день, собирая упаковки. И сейчас эти перемещалки рассекают по складам круче шумахера, доставляя товары и повышая выхлоп. Только вот все эти роботы отжимают у людей рабочие места. Когда у императора спросили, а что делать с безработицей-то? Ведь роботы уничтожают тысячи рабочих мест, кассиров, водил, грузчиков и т.д. На чё Безос ответил, так надо наличман людишкам просто так раздавать, да и всё. Как бы минимальный гарантированный доход от государства. И люди сразу ему зааплодировали, мол, какой великий лидер заботится о нас мелких людишках. Тем временем умную колонку наделили приятным женским голосом Алекса. Поначалу инженеры планировали, что эта помогалка будет просто музыкальной колонкой, но Безос же чувствовал всегда, чё зайдёт, а чё нет, и кричит такой, мол, чё за базарга тупорылая? А ну-ка, сосунки чёртовы, давайте делайте универсальный девайс. Безос изо всех сил старался, чтобы эту помогалку воспринимали как универсальный компьютер, чтобы она не только музыку запускала, но и вызывала такси, совершала покупки и вообще всё, чё угодно. Сами инженеры опричена, хотя внешний вид вроде неплох, но это же по сути так глупый продукт. И действительно девайс был супер сырым и работал плохо и отвечал какой-то дичь. Даже сам Безос однажды разозлился и приказал ей выстрелить себе в бошку. Было ясно, что Алексе нужна пересадка мозгов, и поэтому специально для неё купили за 26 лямов новые мозги под названием Эви. Это как бы искусственный интеллект, который заточен под семантику человеческой болтовни. Только вот они столкнулись с дилеммой, чтобы люди начали общаться с Алексе, она должна быть умной. А чтобы и стать умной, ей надо общаться с людьми. Замкнутый круг какой-то. С одной стороны кажется, что надо просто достать где-то базу данных и скормить её Алексе. Да и всё. Типа закачать в мозги и она поумнеет. И всё. Но этот процесс обучения очень длительный. На всякие голосовые команды нужны тысячи часов обучения. А Безос уже терял терпение. И в 2013 они наконец нашли компанию Аппен, которая как раз этим и занималась. На них работают всякие агенты, которые собирают текстовую и голосовую речь, расшифровывают, а потом маркируют, чтобы сделать съедобный для искусственного интеллекта. Например, запрос включить голодные игры может поставить и в тупик. Что за голодные игры? А это оказывается фильм такой был. И таких собиральщиков у них целый миллион. Благодаря им к 2014 Амазон увеличил объем этих речевых данных в 10 тысяч раз и догнали Google и Apple, которые в этом направлении уже давно ускакали далеко вперёд. Параллельно с помогалкой работали также над собственным смартфончиком. Безос тогда пристально следил за разработкой этих девайсов и постоянно перетирал чисто только за них как баба Гамп по креветках. В то бурное время на рынке смартфонов чемпионами были Apple и Samsung, но Безосу казалось, что и для него хватит места. Насмотревшись научно-фантастических фильмов, он задумывал сделать смартфон с трёхмерным экраном, реагирующим на жесты в воздухе вместо тыкания по экрану. Ну, как бы иллюзия 3D-картинки. Эта фича была не похожа ни на что другое, но инженеры предупредили, что это шляпа какая-то, которая точно обернётся провалом. Но Безос, конечно же, никого не слушал. Когда фаерфон был готов, в 2014-м Безос забодержил вообще импозантную презентацию, подражая Джобсу. Безос искренне верил в свой смартфончик, но пользователи девайса за чмырили. Он не выдержал критики и по сути оказался полным говном с точной кнопкой. Пока Амазон как черепаха ковырялась, выпиливая вот этот вот дурацкий 3D-дисплей, рынок смартфонов ускакал далеко вперёд. Амазоновский телефончик был мало того, что технически отсталым, так ещё и крайне странным и оторванным от реальности. И на нём не было популярных приложений. Хотя он был дешевле вышедшего тогда шестого айфона, но он был сильно дороже простых китайских телефонов, которых на тот момент была целая тьма на рынке. У них был обалденный шанс загнуть раком весь рынок, если бы они просто по-простому выпустили бы простой смартфон без всей вот этой лишней шляпы. В общем, склады и склады были переполнены непроданным тухлым балластом аж на 170 лямов, который пришлось списать. Акции Амазона рухнули сразу аж на 10%. После этого позорища Абезос даже не расстроился. Типа, всё нормуль, пацаны, не понтуйтесь. Двигаемся дальше. А дальше предстояла презентация умной колонки, которую назвали Амазон Эко. После позора с фаерфоном общество насторожилось, а вдруг лысый император опять какую-то какашку откакает. Ведь новенький девайс был ещё более странный, чем 3D-смартфон с тощей кнопкой. Но в день запуска число предзаказов превзошло все их ожидания. За несколько недель аж 109 тысяч клиентосов зарегалось в очередь на эту колонку. Народ по ходу с ума сошёл. Все ломанули затариваться этими умными колонками. Хотя большинство использовали её тупо просто чтобы включать музло или как напоминалку. Вроде. А ты для чего её используешь? Как бы там ни было, но в этот раз интуиция Безоса попала в яблочко. Было что-то реально волшебное в том, что ты можешь не дотрагиваясь призвать компьютер себе на службу. Колонка взбудоражила весь мир, хотя никто её не просил. Она стала результатом хаотичных блужданий. В октябре 2014 какой-то кекс из Майкрософт по имени Стив Балман в одном из ток-шоу сказанул, мол, Амазон так-то ничего компания. Но они не зарабатывают денег, Вася. Это фуфло, а не бизнес, если они не заколачивают бабки. Амазон в том году как раз потеряла целых 241 миллион. Продажи замедлились и капитализация скукожилась до 143 миллиардов. И ведь действительно казалось они живут на одном только святом духе. Только фишка в том, что Безос играл в долгую и вместо того, чтобы мериться письками, как Майкрософт и Эппл, которые накапливали рекордные суммы бабла и хвастались этим в своих отчетах, как бабы ищущие внимание, чтобы заманить всяких Баффетов, Шмаффетов, Фигаффетов и всяких других мамонов и пупов земли. А Безос наоборот, весь свой доход наоборот, вкидывал в обратку в свой маховик. Просто его торкали не цифры, а инновации. А инновации просто жизненно необходимы. Ведь клиентик не постоянен. Сегодня он тут, а завтра где-то там. Где лучше, где удобнее, где дешевле, где красивше, где есть то, чего нет у тебя. И хлопай, все, и твой бизнес всплывает пузом кверху. А чтобы оставаться впереди, надо постоянно изобретать что-то новое. Поэтому Мотобазы вкидывал миллиарды во всякие алексы, фаерфоны и читалки. Да и те же веб-сервисы тоже, кстати. Кстати, веб-сервисы. Перед публикацией отчета о их прибыльности в 2015-м многие аналитики предсказывали, что АВС окажется очередной какой-то научной шляпой от Амазон. Паршивой, убыточной, которая высасывает всю энергию из бизнеса. А на самом деле АВС оказалась просто фонтаном из бабла. С продаж АВС в 2014-м подняли целых 4 миллиарда. Больше даже. И на этих новостях стоимость компаний за один день оттопырилась аж на 15% перевалив за 200 лярдов. Это потрясло весь Уолл-стрит. Такой нежданчик заставил аналитиков, инвесторов и конкурентов активно чесать репу. Чё вообще происходит-то? А дело в том, что до этого момента прибыль АВС держалась в строжайшем секрете, чтобы конкурентики всякие такие, как Майкрософт и Гуглы не просекли, насколько соблазнительны на самом деле облачные вычисления. Обычно, как только ты выкатываешь на рынок чё-то новое, тут же появляется куча аналогов. Но у АВС аж 7 лет не было конкурентов. Все думали, что Амазон это просто магазин потребиловка, а оказалось, что там скрывается целый монстр. И миф о том, что Амазон чёрная дыра по сливанию бабла развеялся. Сейчас АВС использует и Филипс, и Нетфликс, и РНБНБ, и Макдональдс, и даже ЦРУ, и даже НАСА использовала АВС в 2009-м для передачи инфы с марсохода. И этот список бесконечен. В 17-м с АВС надоели аж 20 миллиардов выручки, а в 18-м уже 35 миллиардов. Хотя Амазон уже огромная корпорация, но по духу они всё ещё молодой буйный стартапчик. В Амазоне вообще жёстко по части атмосферы. Даже если сотрудник принёс очень жирный выхлоп, ему всё равно кричат, что можно было и получше. Даже когда ты поднимаешься на пьедестал почёта, твои медальки всё равно всегда будут блестеть недостаточно хорошо. Каждый должен быть готов без соплей понтов назло всем пахать 24 на 7. Несмотря на жёсткий прессинг в Амазоне, многие хотят туда попасть, потому что в этом фарше ты многому учишься. Ты постоянно на измене, и сталкиваешься с до умопомрачения серьёзными проблемами. И рядом с тобой всегда в хламину прожжённые профессионалы. А скорость внедрения инноваций просто зашкаливает. Это тебе не в кауаркинге нежно булки прогревать, капучино хлебать и под моим роликом глупые советы писать. Некоторые настолько привыкают к тому, что уже не могут работать в других чересчур нежных организациях, и спустя какое-то время возвращаются обратно. Однажды Безос взял и запретил делать презентации в Поверпоинте. Хотя по всей Америке презентухи с картинками были в большом подчёте. А фишка в том, что картинки слишком облегчают мыслительный процесс и делают мысли неточными и незавершёнными и вообще мутными. Вместо презентации Безос заставил писать текстовые повествования с чёткой структурой. Короче, чисто только текст. Сотрудники начали буянить, дескать, слайды с картинками это же всё-таки круто. Но Безос настоял, что слайды это всё-таки говно. Ибо картинки не передают такую глубину мысли, как убедительные текстовые фразы. Он говорил, мол, «Вы же не для отдыха сюда припёрлись, здесь вам не деревенский клуб». Суть в том, что эти повествования это не просто какая-то нудная мотня текста, а это сторителлинг. А сторителлинг учит думать логически и помогает докопаться до истины. Чё мы хотим от того, что мы хотим? Никто не знает. А повествования знают. Повествования обладают ясностью ангельского пения и настраивают собравшихся на продуктивную дискуссию. Безос верил в силу сторителлинга, потому что он задействует логическое мышление. Его как раз это-то и отличает от всех. То, что он всегда думает логически. Поэтому видит связи там, где другие их увидеть не могут. А все ушлёпки сентиментальные не могут думать логически. И как одноклеточные амёбы по жизни летают в облаках. Такой отчёт прям очень непросто написать. Нужно напрячь мозги, включить думалку. А если схалтурил, то Безос придёт в неистовую ярость, так что волосы на жопе встанут дыбом. Безос прям хлистал всех своих сотрудников. Хлистал, чтобы они прям текстом чётко писали. Чтобы было чётко всё. Да? Не знаю, мне вообще нравится. Людишки, они же такие. С ними иначе никак. В какой-то момент Амазон настолько сильно раскочегаривал о свой маховик, что число подписот увеличивалось на миллионы от сезона к сезону. И на Рождество 2013-го партнёр Амазон по доставке UPS пёрнул от нагрузки. Их крупнейший в мире центр обработки посылок просто захлебнулся от напора. И сотни тысяч амазоновских посылок застряли и не пришли вовремя к празднику. Амазон обратилась к UPS, мол, так и так, давайте увеличивайте свою пропускабельность. Но те охотно не двигали жопой. И наоборот, даже твари начали взимать дополнительные сборы. Амазон уже не могла терпеть это говно. И чтобы перестать зависеть от всяких других доставляльщиков, начали мутить собственную логистическую сеть Delivery Service Последняя миля это как бы заключительный этап доставки уже до самого порога. Новое транспортное подразделение назвали Amazon Logistics. И главное, смотрите, чё. Вместо того, чтобы нанимать водителей, Амазон заключила партнерство с мелкими всякими независимыми службами доставки. Амазон как бы не сама занималась вождением, а полагалась на других. Типа аутсорсинг. Этот хитрый план позволял платить шоферюгам копейки. И они уже не могли клянчить себе прибавку к ЗП. И даже хитрожопым профсоюзам никак не докопаться. Безос терпеть не мог эти тупорылые профсоюзы. А иначе они сразу бы начали хрюкать и требовать и надзирать и угрожать и переживать по любому малейшему пердежу. Ведь транспортный бизнес это ещё тот гемор. Там постоянно аварии, потери груза и всё такое. А чпокать профсоюз это же как бальзам на душу. Каждый нормальный бизнесмен мечтает об этом. Авиаперевозки Амазона ЮПС кстати тоже тварь тоже заблочила. Пришлось даже в частном порядке арендовать два Боинга 727. Так вот и родился новый сервис Amazon Air в 2015. Аренда грузовых самолётов принесла незамедлительные результаты. И быстрее, и дешевле, и даже по выходным. А ЮПС и Федекс твари не могли и предложить такое. Ну и значит это вы даже не представляете. Маркетплейс то всё это кипишное время работал на автопилоте. Причём когда мы говорим что доходы растут без увеличения персонала ну всё всё мы можем дальше уже вообще ничего не говорить. Император кончал в трусы от одной только мысли об этом. В своё время его кумир Дэвид Паккарт основатель Хьюлит Паккарт кричал что никто абсолютно никто не может увеличивать продажи не наращивая персонал. Типа это просто невозможно. А тут оказалось что всё-таки возможно. но в 2010 на рынке вдруг появляется компания Wish которая придумала вообще остроумный ход не покупать товары у китайозов как обычно а выступать лишь как посредник чтобы обычный чел мог купить товар напрямую у китайского поставщика ну это по сути арбитраж и да доставка идёт долго зато дёшево а в 2012 вот эта Wish начала нанимать уже даже собственных китайских продавцов а то блаженное время как раз было идеальным для этого поскольку благодаря Али Бабе появилась целая армия китайских продавцов которые прям жаждали вырваться за пределы Китая продавашкам нравилась вот эта охота за сокровищами похожая на одноразовую моду типа когда какая-нибудь шляпа типа спиннеров вдруг становится супер популярной весь народ как сумасшедший гребёт товары лопатой а в 2014 вот эта Wish привлекла целых 69 миллиардов инвестиций и в итоге новости всей этой движухи долетели до самого лысого императора он увидел всё это и закричал на своих челиков мол слышь ребятки какого хера вы же как раз этим и должны заниматься чё-то обломщалкайте мы же маркетплейс специально под это делали продавцов а тут они ушлёпки такое пропустили ребятки проспали просто видимо потому что этот рынок был бичовским но он был слишком большим чтобы его игнорить да поэтому не стали вату катать и по-быстрому перевели интерфейс на китайский и тоже наняли всяких умных китайоз чтобы те помогали всем другим не умным китайозам регаться на маркетплейсе амазон прям из кожи вон лезла чтобы китайцам было удобно но и думаете чё в течение 15-16 годов тысячи китайцев ежедневно регались на амазоне как продавцы цифры были просто астрономическими просто ну и естественно качество товаров упало ниже плинтуса на любой товар который вдруг становился популярным в США тут же появлялся дешевый китайский аналог американские продавцы были недовольны этой лавиной китайчатины но это дешевое барахло почему-то нравилось людям людям казалось что это модно и этот шлак втихивался в огромных количествах и самые интересные клиенты готовы были купить дешманские кроссовки осознавая что прослужить долго им не суждено некоторые из этих товаров были настолько плохими что самопроизвольно разваливались в труху от одного прикосновения это вызывало споры даже внутри амазона чаша весов раскачивалась где количество было против качества руководители розницы были против этого китайского нашествия и дебаты доходили даже до самой верхушки на одной встреч рулить этот головняк так сказать кому отдать приоритет премиальным западным брендом или недорогой ноунейм фейковой одежде в переговорке воцарилась тишина пока все ждали ответа Безоса который долго-долго что-то молчал молчал а потом сказал спокуха я видел супермало голых людей за последние несколько дней ответил император и начал хохотать так громко как он умеет это был такой вопрос на который ответ то и не требуется зачем определяться и то и это надо были и нормальные китайцы которые продавали весьма так-то качественные товары поэтому требовалась какая-то защитная система чтобы отличать говно от не говна лысый император думал что его доблестные сотрудники как-нибудь сами разрулят все это но дальше было только хуже прям откровенный контрафакт повалился в Амазон например поддельные витамины опасные елочные гирлянды и всякие небезопасные продукты купленный там фен мог внезапно окатить бошку огненным пламенем неисправные батарейки в мобилках ноутах и вейпах купленных на Амазоне приводили к травмам после чего прилетала целая пачка судебных исков и обо всем об этом гудели новости а вот с ховербордами история вообще бомбическая они были хитом продаж тогда в 2015 и некоторые китайозовские модели имели склонность к возгоранию и даже поджигали дома Амазон быстренько удалила нахер эти ховерборды сайта но было уже поздняк метаться и Wall Street Journal запостило аж целое расследование в котором говорилось что типа неисправные литий-ионные батареи в этих ховербордах привели аж к 57 пожарам и нанесли материальный ущерб аж на целых 2,3 ляма причем около половины этих девайсов было куплено как раз на Амазоне и в итоге вся эта ситуевина вызвала множество судебных исков против Амазона от всей этой херни Безоса чуть не парализовала это была худшая реклама для Амазона он кричал своим челиком мол слышь сучары как вы вообще могли такое не предвидеть после этого челики подорвались создавать всякие защищалки от мошенничества только толку от этого было на донышке поскольку как правило в таких ситуевинах когда все проясняется уже поздняк метаться клиента уже отымели Американские продавцы в этом плане боялись переходить черту а вот китайозы творили дикий зоопад им вообще было насрать они наоборот даже придумывали наоборот все более и более изощренные тактики например платили за хорошие отзывы благодаря чему фуфлотовар поднимался на самый верх страницы они как-то всегда обманывали систему и результаты поиска всегда были в их пользу китайозы настолько хитрые что могут даже сами кинуть на тебя жалобу сфабрикованную и тебя забанят а пока ты ждешь разморозки твой бизнес загнется а в службе поддержки какие-то умственно отсталые дети которые отвечают шаблонными фразами или например стоит тебе придумать какой-то новый товар или успешный дизайн как тут же вдруг появляется какой-то дятел с точно таким же товаром только вдвое дешевле и все продажи скотина уводит и такое сплошь и рядом бренды тоже страдали например сандалии Беркинсток толкались на 20 баксов дешевле а потом разваливались после третьей носки Беркинсток судилась с Амазоном в 2016 они отозвали свои товары с Амазона за ними последовало Найки и Икея Амазон обещала все исправить но проверять сотни миллионов товаров физически просто невозможно тщательно налаженные годами отношения с брендами рассыпались на глазах вся эта канитель обесценивала Амазон и отталкивала партнеров даже внутри Амазона стало уже не так весело работать как раньше вместо того чтобы развивать сам сервис приходилось постоянно исправлять ошибки и давать судебные показания многие тогда ушли из Амазона в 2016 контрафакт она продавали уже на 509 миллиардов то есть это 3% от мировой торговли цифра так-то пугающая каждый 30 продукт фальшивка в 2017 Амазон выкатила сервис бренд регистре который позволял зарегать свой бренд внутри маркетплейса и кидать жалобы на плохих торговцев но этот реестр не особо помогал если машине каловили он просто тупо создавал новую учетку требовалось наконец уже какое-то нормальное решение иначе Амазон просто утонет в судебных исках Амазон не жалела денег на это и вот где-то в 2019 выкатили проект Zero специальный алгоритм который по фоткам и описаниям сканирует миллиарды страниц выявляя кандидатов на подделку он как бы догадывается где с большей вероятностью фуфло а дальше продавец уже сам банит мошенника сам-то он лучше знает где шлак и никакого общения с тормозной умственно отсталой техподдержкой гениально просто раньше чтобы кикнуть подделку с платформы нужно было пройти семь кругов бюрократических ходов а теперь хлоп и все вот самый популярный вопрос в комментах когда следующий ролик где потерялся или чё канал забросил на эти вопросы я ответил аудиозаписью на бусте и этот ответ будет актуален вообще всегда хоть даже через 10 лет эта запись будет дополняться если чё там на бусте кстати продаются мои эксклюзивные курсы всякие разные по старитейлингу по алгоритмам по озвучке по лингвистике и еще какие-то там там супер концентрат моих знаний и опыта и в такой же подаче поэтому бошку сразу перепрошивает а еще там плейлист с музыкой а еще аудио самари на книге и вообще можно ничего не покупать а просто поддержать просто вот это как раз таки очень сильно влияет на ускорение выхода роликов все переходи по QR-коду на экране или по ссылке в описании однажды сотрудник который отвечал за продукты питания сказанул такое что мол будущий амазон дерьмо дерьмо означало что работать со жрачкой вообще неудобно она быстро портится и далеко и не доставишь да и маржа на донышке короче геморный товар но продукты нельзя было игнорить ведь это ключ к торговле всем остальным все конкуренты крупняки как волмарт и метро все предлагают продукты питания все и выходит что что скоропортящийся гемор все таки необходим чтобы не отставать от конкурентов в общем этот сервис потихоньку развивали на складах поставили холодильники для скоропортящихся продуктов неподалеку от городов откуда фургоны доставляли клиентикам свежачок только это оказалось дико неэффективно каждый заказ обходился в 10-20 баксов при этом часто не успевали доставить вовремя тем временем конкуренты не спали и вот то там вдруг выскочил какой-то инстакарт в 2012 то тут какой-то гугл родил аналог и все они как-то резко расширялись предлагая то же самое только дешевле постепенно всю поляну отжимая поэтому команда амазон подорвалась пахать 24 на 7 в этом направлении и в результате выкатили в 2014 заточены чисто только под супер быструю доставку прям в день заказа а где-то даже и в течение часа но все равно этот сервис был убыточным но главное то что амазон сейчас прикрыла тылы и заняла стратегически важное направление в 2011 Безос добавил видео в подписку прайм без доплаты отдельно было бы тяжело тягаться с нетфликсом а так подписчики получали как бы на халяву то за что им пришлось бы платить 8 баксов в месяц в нетфликсе амазон уже давно бодалась с нетфликсом но теперь они соревновались у кого больше эксклюзивных фильмов амазон купила библиотеку 20 век фокс за 240 лямов а нетфликс купила контент у дисне марвел и пиксер и все такое прочее в итоге в 2014 году у амазона было 40 тысяч фильмов и передач а у нетфликса 60 тысяч нетфликс опережала амазон на каждом шагу зато амазон копировала все их действия только эти терки были ну очень дорогущими и изнурительными а по итогу все равно никак не повлияли на баланс сил телевизионщики HBO и Showtime уже давненько прошли через эти догонялки бодаясь друг с другом за лицензии на фильмы они завалили киностудии баблом но в конце концов стали похожими друг на друга оказалось что лучше вкидывать это бабло не в покупку чужого контента а в создание своего собственного поэтому погнали активно стряпать собственные фильмы и сериалы это так-то быстро окупилось с 14 по 17 год привлекли 5 миллионов подписчиков в прайм за счет этого стриминга и это значит что что прайм видео стал эффективной завлекалочкой для подписоты Безос кричит что каждый раз когда они выигрывают какую-нибудь кинопремию то это увеличивает продажу каких-нибудь товаров например обуви как эффект бабочки только вот у Амазона еще не было достойного сериала для всего мира Безос прям буянил и бил кулаками по столу требуя свою игру престолов и наконец они заключили сделку на 250 миллионов за права на властелин колец Толкина только сняли такое лютое говно которое свет еще не видывал Амазон даже рейтинг вскрыла чтобы не позориться пацаны то из отдела А9 все это время энергии жили еще в 2006 они выкатили рекламный сервис Клик Ривер который позволял любому желающему запускать контекстную рекламу прямо на сайте Амазона в результатах поиска когда пользователи вбивал в поиски какую-то фразу например купить кроссовки ему там показывалась реклама с этими кроссовками и за это Амазон взимала плату за клики по принципу аукциона а ставки рекламодатели там выставляли сами ну короче все точно так же как в гугле или яндексе этот сервис естественно стал приносить космические бабки только вот инженеры поискового отдела возненавидели эту рекламу ведь их-то задачей было поднимать реально годные товары в результатах поиска а не какую-то рекламу каких-то продавцов которые больше всего забашляли в систему бабла посетители тыкали и даже не могли отличить рекламу от обычной выдачи короче чудовищно эффективно это многие рекламодатели которые юзали гугловские рекламные инструменты просекли что тут в амазоне появился такой же крутой аналог поэтому быстренько все толпой прискакали рекламироваться через амазон и популярность амазоновской рекламы выросла и к Безосу потекли реки бабла поначалу эта реклама работала только внизу страниц но в 2016 рекламщики такие задумались а не впендюрить ли ее еще и вверху тоже по поводу этого шли ожесточенные споры ведь с одной стороны надо угодить клиентику а с другой стороны верх выдачи сулит фонтанами бабла реклама сама по себе не была злой но она извращала результаты поиска показом всякого некачественного шлака прям в самом верху страницы обманывая и огорчая клиентов в общем спорили они такие спорили и никак не могли добазариться так что пришлось даже самому императору вмешаться и он поручил все таки внедрять рекламу но не сразу а как бы осторожно и постепенно в общем попробовали и оказалось что число клиентов сократилось совсем слегонца но и решили так и оставить хотя император всю жизнь топил за то что все ради клиентов но теперь прибыль встала на первое место все равно эти клиентульки амазон то и не покидали даже а перескакивали на страницы других товаров еще сильнее раскручивая маховик однажды один клиент задумал прикупить селфи палку но когда увидел сотни вариантов на амазоне то не мог определиться какую все таки лучше выбрать то и в конце концов он побрел в обычный местный магаз где просто какой-то продавец дал ему совет вообще от души и тот чел подумал а какого хера амазон великий и могучий не может давать аналогичные рекомендации сотрудники амазона как-то пронюхали об этом и выкатили фичу выбор амазон в 2016 это типа метка типа значок на товаре в результатах поиска который присваивался на основе оценки которая учитывала там отзывы цен и скорость доставки и т.д. этот значок как бы одобрял товар как именно он работал никто вообще так и не понял но всем понравилось и покупатели набрасывались как обезумевшие именно на товары с такими значками а продавцы кровь из носа пытались заполучить такой значок накручивая отзывы но у них ничего не получалось а амазон ответила что этот значок не продается но каким-то загадочным образом эти значки начали сильно часто появляться у самих амазоновских товаров сами себе навыдавали этих значков больше чем у кого-либо другого в итоге на странице выдачи сверху была реклама в середине амазоновские товары с элитными значками и только где-то там внизу еле-еле выползали несколько обычных товаров от сторонних продавцов продавцы увидели все это и погнали жаловаться что такая ботва вообще в натуре несправедлива продаж-то кот наплакал надеваться было некуда и это вынуждало их тратить деньги еще и до кучи на поисковую рекламу и доходы от этой поисковой рекламы еще больше увеличились аж вдвое ёптыть в 2017-м аж 4 миллиарда высосали из бедных продавашек и получается это получается что амазон откопала золотую жилу у себя же на заднем дворе казалось что все ништяк денежки бодро скачут разными дорожками но безус на совещании грозно спросил мол а какова доходность торговли без всей вот этой вот рекламы и в итоге оказалось что без рекламы торговое подразделение уже давненько выглядело тухляком и даже падало доходы от рекламы маскировали плохую прибыль потому что все как бы в один котел сливалось если раньше низкая маржа и низкие ценники были тактической многоходовочкой чтобы захватить рынок и разогнать махаевик то теперь то причин терпеть это не было и поэтому безус сильно был разочарован даже разгневан он не хотел стать компанией второго дня призрака самого себя по сути за стоем за которым следует мучительный упадок и смерть но как обычно это происходит неизбежно со всеми крупниками когда успех приводит к росту а рост создает сложность а сложность убивает рост в итоге успех же и приводит к неуспеху вот такой вот парадокс успеха Безос подумал да ну нафиг не допущу такого у себя и взял и изменил самое главное если раньше его бизнес всегда был нацелен на выручку то теперь они нацелились на прибыль после этого Амазон было не узнать они начали с корнем вырывать всякую неприбыльную шляпу а всей вот этой шляпы было овер до хера закрыли сайт для продажи билетов на концерты а еще закрыли создание приложухи для заказов еды из ресторанов а еще у многих брендов вытросли еще более выгодные условия а еще поисковую систему запрягли работать так чтобы она продвигала более прибыльные товары а еще сократили инвестиции в китай где все равно уже безнадежно отставали от алибо бы джейди а еще сократили найм нового персонала а еще все другие инвестиции тоже сократили а еще и все вроде пацаны теперь жили оптимизацией пока все это оптимизировали поняли что опять погрязли в тормозной бюрократии эта бюрократия противная постоянно откуда-то берется и чтобы от этого избавиться и сохранить мышление и мотивацию мятежного молодого стартапа руководяшек обязали обязательно найти себе 6 подчиненных а если не нашел то катишься на все 4 стороны из компании поэтому у кого было меньше 6 бегали и доискивали себе недостающих то есть это как игра в музыкальные стулья кто успел тот и сел после этого многие уволились или перешли в другие отделы эта фишка позволила уволенным не клеить на себя болезненное клеймо неудачника ведь он как бы сам не нашел себе стула да? это был типичный ход Безоса гениальный и коварный все тогда суетились как муравьи которых колотят резиновым молотком таким образом император разрыхлил, процедил и утрамбовал всю структуру своей компании все тогда пытались понять чего же такого император задумал всеми этими загадочными действиями но никто так и не смог ничего понять как бы то ни было маржа пошла вверх число подписчиков перевалило за 100 лямов а чистая годовая прибыль с 3 миллиардов в семнадцатом подскочила до 10 миллиардов в восемнадцатом повергнув инвесторов в безумный шок стоимость компании тоже улетела в космос в 2018 вышли на второе место по капитализации после Эпл достигнув одного триллиона инвесторы балдели а Безос обогнал Билла Гейтса за звание самого богатого типа в мире несмотря на то, что компания такая огромная они по духу все еще гаражные предприниматели обычно крупняки упираются в потолок и уже не растут такими темпами но Амазон рушила шаблоны и продолжала каждый год херачить так будто она все еще молодой и дерзкий стартап на тот момент в Сиэтле работало уже более 40 тысяч амазоновских работяг которые заполонили все офисы города раскочегарилось строительство отелей и ресторанов ну и короче в городке стало как-то тесновато арендная плата за однушку выросла аж на 67% с 13 по 17 год городские власти завозмущались типа Амазон вообще никак не помогает местным и впендюрили двойное налогообложение и новый душный налог на рабочее время с драконовскими взыманиями Безос в ответку прекратил строительство нового 17-этажного офисного здания и ограничил численность персонала в Сиэтле это была демонстрация силы и намек что деньги идут туда где им рады зачем расти в городе который этого не хочет зачем Амазон пошла еще дальше и решила открыть в другом месте вторую штаб-квартиру в 2017 и раскидали предложения в разные регионы Америки обещая целых 5 миллиардов инвестиций и аж 50 тысяч новых рабочих мест сначала общественность завозмущалась все так распереживались что пердаки всех этих переживальщиков нагрели всю Америку якобы этот конкурс высокомерный и циничный а Безос вовсе бесстыжий и вообще он не имеет права клянчить льготы но потом все выстроились в очередь многие города жаждали заполучить себе такого гиганта как Амазон это привело к тому что регионы погнали соревноваться между собой за то кто даст больше халявы предлагая весьма в натуре щедрые льготы налоговые Чикаго предложил 1,3 миллиарда Нью-Джерси 7 миллиардов Мэриленд 8 власти Сиэтла были вообще в шоке они не ожидали такого поворота и поняли что творят какую-то бюрократическую дичь и с позором отменили свой налог этот конкурс вызвал неутихающий ажиотаж в прессе которая опубликанула целых 800 статей об этом для Безоса это было отчасти пиар-спектаклем ну и постепенно все это переросло в голодные игры какие-то ведь такие крупняки как Амазон появляются раз в поколение в итоге в сумме прилетело аж 238 заявок Детройт, Бостон и Питтсбург даже видео состряпали демонстрируя все свои прелести с помощью потрясающей музыки и спецэффектов в общем все города ползали на коленях и умоляли лысого императора а у них кстати выбора то и не было им же надо было показать своим избирателям что они типа борются этой хитрости кстати Безос научился у Илона Маска который столкнул 7 штатов в борьбе за его завод аккумуляторов и в итоге получил 1,3 миллиарда льгот от Невады больше даже тем временем в качестве новой штаб-квартиры выбрали сразу два места Нью-Йорк и Северную Вирджинию по 25 тысяч сотрудников на каждый губернатор штата Нью-Йорка подвязался дать Амазону аж 3 миллиарда всяких налоговых льгот все было бы хорошо если бы не было бы так грустно Амазон в Нью-Йорке столкнулась с мощнейшим сопротивлением со стороны политоты которая вдруг завозмущалась типа денег даже на ремонт метро нету школы вон превратились в бичовники а цены в Квинсе вон и так космические а сейчас еще сильнее подскочат поэтому не нужен нам нахер никакой Амазон если мы будем обещать им слишком много мы просто станем жертвой проклятия победителя и вообще Амазон это раковая опухоль страны которая убивает все мелкие бизнесы лучше эти 3 лярда сами доблестно потратим на ремонт метро и школ а Амазону нахер не встряли все эти политические терки с хитрожопой политотой которая вцепится как питерский клоп в жопу и будет десятилетиями открыто критиковать каждый твой шаг поэтому сделка сорвалась однажды лысый император прочитал статью в Нью-Йорк Таймс в которой описывалось как суперкомпьютер гугл обработал более 10 миллионов изображений и научился распознавать кошек лысый Амиго верил что вот это вот компьютерное зрение действительно так-то важная штука как распознавание голоса Безос был очарован этим и его богатая воображалка снова перевозбудилась он подумал а что если сделать магазины без кассиров и полностью на самообслуживание используя вот это вот компьютерное зрение это был бы вообще революционный магазин какой мир еще не видывал в первые дни команда чесала репу размышляя что же продавать в этих супер супермаркетах у императора не было особого мнения на этот счет все что он желал это разрушить традиционную розничную торговлю в какой-то момент они поняли что самое слабое место в обычных магазинах это очереди очереди там заколебали уже всех в натуре а продавать решили продукты питания чаще всего же люди ходят за жратвой же автоматическое списывание денег это еще ладно там ведь пришлось изобретать собственные камеры наблюдения создавать специальные полки с датчиками веса чтобы алгоритмы определяли какой товар взят чтобы занести его в виртуальную корзину поэтому вся эта затея оказалась сложной аж страшно представить по ходу дела оказалось что алгоритмы слишком часто ошибаются допустим если чел вдруг схватил продукт заслонив этикетку то алгоритм уже не может вдуплить что за товар и вообще может заключить и зависнуть особенно на детях которые обычно вытворяют в магазинах всякую несусветную пургу например запрыгивают в коляску что еще больше путает алгоритмы в общем гемор сплошной мутили они мутили целых три года и так ничего не намутили и даже ни одного магаза не открыли император уже терял терпение алгоритмы были все еще не идеальными и целой армии проверяльщиков приходилось отсматривать видео с камер проверяя правильность работы этих алгоритмов там беда была в том что система зависала всякий раз когда в магазине находилось больше 20 людей а допустим когда покупатель брал товар а потом ставил в другом месте система теряла след этого товара в итоге на эту доработку еще год убили еще год и только в январе 2018 наконец открыли первый магазин магазин назвали amazon go что подразумевало прям буквально пришел схватил и ушел все весь процесс был настолько быстрым и плавным что посетители даже забывали что товар это не бесплатная и на выходе даже переживали могут ли они вообще покинуть магаз ведь когда ты берешь товар и уходишь ты чувствуешь как будто ты что-то украл ведь нет ни касс ни кассиров вывесили даже специальный плакат с надписью что типа ты в реале можешь просто взять и просто уйти как бы только эти магазы сразу спровоцировали возмущение общественности и профсоюзов ведь если так дальше пойдет то скоро все кассиры отправятся бомжевать в америке их аж 36 миллионов голов это самая распространенная профессия так то ну и плюс нищеброды и старушенцы и не могут ходить в такие магазы поскольку не обладают смартфонами с привязанными к ним банковскими картами властям это тоже не нравится но обычные люди кайфовали и только когда посчитали сколько бабла уходит на создание одного такого магазина то пришли в ужас целых 10 лямов вместе с дата-центром у финансистов глаза вытекли любой здравомыслящий инвестор просто плюнул бы на это все но это же базов ему все нипочем он понимал что точно не работает час будет работать завтра если клиентикам нравится то амиго найдет на это любые деньги в течение следующих нескольких лет магазина amazon go открылись в сиэтле и сан-франциско нью-йорке и чикаго база смечтала тысячах магазов amazon go по всей стране только за семь лет их сделали всего 26 по поводу логистики кстати amazon продолжала и дальше активно тысячами наращивать число фургонов и доставлять посылки до порога клиентов с помощью одной из самых больших армий низкооплачиваемых водил которую когда-либо видел мир и в 2019 по доставкам обогнали даже и ps и даже почту наконец-то перестали зависеть от всяких мудаков федекс тогда громко объявил о полном расторжении партнерства с амазоном но амазона было уже насрать а пандемия которая вот недавно то было принудила весь мир только доставкой только и пользоваться только и легионы одержимых покупашек прискакали на сайт амазона размахивая толстыми кошельками и на фоне общего тогда несчастья amazon росла как мутант которому вкололи гормон роста в 2018 сенатор берни сандерс назвал безус а просто ужасным работодателем и даже забодяжил закон под названием стоп безус типа налог на работодателя безус был поражен таким уровнем враждебности потому что в тот момент безработица вроде и так была на низком уровне а вся фишка в том что почти половине американцев надоел капитализм бедные беднее богатые богаче кому это понравится народ хотел социализма особенно молодежь американцы уже устали от этих корпораций они такими деньгами ворочают каких даже у некоторых государств нету стоимость амазона маячила уже где-то возле триллиона сандерс кричал что типа три типа имеют больше денег чем половина страны и один из них безус который выжимает все соки своих работяг и платит копейки у людей даже на еду денег не хватает в прессе тоже amazon позиционировали как бессердечного работодателя для которого главная прибыль а не здоровье сотрудников все виды работ на сортировочных складах это просто физическое насилие даже на обед время не хватает 12 часов бега по бетонному полу туда-сюда по лестнице за 12 баксов в час чуть где ошибешься тебя сразу вышвырнут на улицу правила жесткие как на озоне безус кричала в ответку что вся эта базарга политическая вводит народ в заблуждение что он создал целых 130 тысяч новых рабочих мест и что его челы на складе получает даже больше чем в волмарте и таргете и даже льготы всякие всем работягам полагаются но политики они же такие как свидетели еговы хер отстанут поэтому безус решил притвориться будто подчиняется типа мы и без вас хотели зп поднять просто забыли как-то а вы как бы напомнили и взял и внезапно поднял зп для всех 350 тысяч работяг а чтобы сомнений ни у кого не осталось пожертвовал еще аж 2 миллиарда на помощь всяким нищим и бомжам после этого сандерс успокоился все проглотил и сразу отполз и даже похвалил и даже выразил надежду что все остальные ритейлеры должны последовать примеру амазона обязательно непременно и как можно скорее вот видите иногда лучше просто дружить да но это были только цветочки далее аж само правительство сша начало завидовать что амазон уж слишком уж могущественно они топили за то чтобы распилить творение безуса на мелкие компании и решили привлечь его к ответственности за что привлечь непонятно но главное привлечь а там уже разберемся впервые в жизни безуса вызвали на ковер на дачу показаний прям перед самим конгрессом сша в 2020 там ему втирали за все его грехи за распространение контрафакта за ценовые войны за слив конкурентов за скупку конкурентов с целью доминирования на рынке и за то что банили неугодных продавцов со своей платформы особенно накинулись за пострадавших продавцов что им в реале вообще тяжко комиссии все выше требования все жестче наплыв иностранцев отзывы накручены а конкуренция так вообще уже невозможно а амазон на все плюет и даже сама подглядывает чужую статистику продаж и сама начинает банчить популярными товарами и в итоге продавцы становятся удобрением для роста самого же амазона сервис marketplace сравнивают даже с героиновой зависимостью сначала ты как продавец получаешь внезапный прилив эйфории с увеличением продаж тебя затягивает все глубже и глубже после чего начинается процесс саморазрушения когда в твою нишу врывается сам amazon сбивает цены и переманивает клиентов безус возражал увиливал выкручивался всяко-разно якобы компания такая большая что он на таких деталях даже не знал там же в прайме винегрет столько всего намешано что даже непонятно чё с чем связано одни расходы покрываются другими все услуги в одной пачке мир еще даже не видел компании которая была бы более сложной для понимания чем amazon а бюрократы они же даже свой член найти не могут чего уж говорить о доказательствах поэтому конгресс долго чесал репу думаю как же наказать amazon но так и не определился толком а распил на части казался мера уж слишком жесткой а наказывать за то что amazon более эффективно чем другие как-то бессмысленно сейчас amazon что только не делает это и рекламная платформа и производитель и грузоперевозчик и издательство и сеть доставки и частный бренд и модельер и даже авиакомпания и даже банк а членство prime превратилась в шведский стол число под 500 и перевалило уже за 200 лямов каждый из которых ежегодно обошляет по 139 баксов это самый мощный в мире денежный пылесос наверное если бы на планете был свободный кусок земли базис купил бы его и создал бы свое собственное государство и вот у меня вопрос а почему базис такой успешный блажен кто с молода был молод это да но все-таки в чем же все-таки успех базиса вы знаете все дело внимание в игре в долгую базис думает на десятки лет вперед мышление на долго срок дает гораздо больше возможностей и ты можешь делать даже то о чем другие даже и мечтать не могут большинство же людей думают только о завтрашнем дне поэтому как импотенты ограничены во всем и продолжают сидеть в своей жопе сикете фишку а играть в долгую тяжело надо же ждать а ждать это самое сложное вместо этого все люди как сентиментальные ушлепки как стадо бегут туда где легко но там где легко лютая конкуренция и как только там появляется чё-то годно тут же прибегает толпа искателей быстрые наживы прибыль скукоживается и в итоге все нищеброды а там где трудно никого нет и текут реки бабла и все золотом покрыто вот вот он главный секрет успеха это черт возьми святой грааль в мире бизнеса вот эта игра в долгую протаранила безосу путь на самую верхушку мирового господства такое же мышление кстати было у основателя sony аки амориты который всегда по жизни шоу с понятием что надо играть только в долгую и он построил супер легендарный бренд смотрите историю sony на моем канале она еще в сто раз интереснее этой